Нет шансов, если ты продолжишь думать, что твой рычаг — это количество часов, а не количество качественных принятых решений. Ты, может, вот так вот в зум показываешь? Михаил, я в вас влюблена. Что мне делать? Я считаю, что работа над сексом нужна в паре. Страшно, неухоженная женщина — это проблема. Реально. Понимаю, что сумка не та, которую я бы хотела. Мужику много для счастья не надо. Мозги не пили, дай в доту поиграть. Сексом классно позанимайся, все будет зашибись. Михаил, мы записываем с тобой уже второй выпуск, но, возможно, кто-то не смотрел наш первый выпуск, и кто-то может не знать тебя. Можешь рассказать, кто ты и чем занимаешься? Я предприниматель, мне 32 года на текущую секунду. Я многодетный папа, у меня четверо детей по годам. И, собственно, сегодняшний наш будет подкаст, как я понимаю, не только со мной, но и с моей женой. На текущую секунду у меня есть компания, которая занимается построением отделов продаж. Она занимается построением отделов персонала HR-отделов. И сейчас мы готовим продукт по созданию отделов маркетинга. Это консалтинг для малой и средней бизнеса в России. На текущую секунду мы построили тысячу отделов продаж. 1017, если бы точно, на сегодня прям. Это полноценные консалтинговые проекты, большой бизнес, 150 сотрудников. Можешь ли ты озвучивать свою оборотку на текущий момент? На прошлый год это было полтора миллиарда рублей. В этом году идем примерно на 2-2,5. Там как бог даст уже до дней. И сразу большинство людей, которые нас сейчас будут слушать, они скажут, вот ему дали начальный капитал родители, или дали какие-то сразу связи. У него уже все изначально было. Сам человек с нуля до такого дойти не мог. Можешь рассказать, как это было у тебя? Ключевые ветки. Мастер спорта по балерным танцам, учитель истории по образованию, работа в школе 2 года. Ребята, кто там не в курсе, там можно посмотреть первую интуицию с Гребом. Там очень прикольно разложено, мне кажется, весь трек, что мы делали. Есть бизнесы для меня двух типов. Есть бизнесы, которые требуют капитала для входа. И есть бизнесы, которые не требуют капитала для входа. Например, девелопмент, коммерческая недвижимость, именно ее владение, допустим, или сельхозка, требуют капитала, завод производства, чтобы его запустить. А услуговые бизнесы, например, маркетинговые агентства, консалтинг, образование, они капитала требуют, но минимального. Поэтому базовый капитал, который у меня был, это было время и желание. И я его разменивал на то, что я изучал технологию, предлагал свои услуги как сначала частный консультант, потом нанял сотрудников. В чем бизнес-модель? У нас есть клиенты, это владельцы малого и среднего бизнеса с оборотом 50, 60, 100 миллионов рублей в год. У них на этом этапе, если посмотреть цикл развития компании по Адизусу, там есть такой цикл, у них там книжка классная, управление жизненным циклом корпораций. И там есть один этап, когда бизнес проходит этап владельчества, когда он нашел свою бизнес-модель, нашел эту комбинацию, которая генерит кэш. И он должен перейти в следующую фазу, которая называется «давай-давай». Это этап, на котором компании очень важно газонить в продаже, в продаже маркетинга, чтобы она быстро набрала оборот, набрала мощность. Если компания это не делает, то она может иметь великий шанс сдуться. И как раз-таки этот этап «давай-давай» возникает на каждой компании, которая зародилась. И вот как раз-таки это сегмент малого предпринимательства в России. И мы хорошо понимаем, разобрались в вопросе того, как строить отдел продаж, как строить HR-отдел, потому что тоже связано с нами у продавцов и команды. Ну и сейчас вот мы как раз-таки готовим еще инфраструктуру, чтобы сделать продукт по отделу маркетинга. Как выглядит продукт? Заходит компания к нам на консалтинг. Консалтинг – это как консультирование, то есть от слова «консультировать». За компанией закрепляется команда консультантов, которых мы сами выращиваем, потому что такой профессии в России нет. Профессия консультант по отделам продаж – это новое. Мы, по сути, как бы с нуля рынок создаем. Мы берем просто толковых, талантливых ребят с «Хатхантера». И мы были вынуждены… В прошлом году мы сильно выросли. Раньше мы обучали этих ребят из уст в уста, а сейчас мы создали внутреннюю академию. Я познакомился в том году с кофеманией, и я побывал у них в гостях в их тренинговом центре. И в кофемани, например, как в бизнесе, в ресторане, у них, чтобы ты стал официантом и вышел на линию взять первый заказ, ты должен практически три месяца без перерыва, то есть три месяца полных, ты должен учиться в академии. Ты будешь целый день учиться держать поднос. Ты будешь целый день учиться принимать заказ. Ты будешь целый день учиться заваривать чай, если ты бариста. И только… То есть ты сегодня пришел в академию кофемани, и через три месяца только станешь официантом на линию, джуниор там с минимальной ставкой или бариста. Ну, на кухне там меньше сервиса, меньше софтов нужно, поэтому soft skills, они там полтора месяца учатся. Я это все увидел, и я понял, что невозможно построить большую структуру, если у меня нету сильного университета в компании. И вот в том году мы создали мощный университет, куда там, допустим, ты, если ты проходишь по своим параметрам, ты приходишь, мы тебя три месяца на стипендии учим, мы даем тебе новую профессию, по сути, да, у нас ребята 25-27 лет, мы проверяем в первую очередь их там мозги там, как они работают. И мы их с нуля полностью три месяца готовим стать консультантом по стране делов продаж. Я про сотрудников очень хочу сегодня поговорить, потому что сейчас в стране HR-кризис, ребята не могут себе найти толковых людей, но мне хочется сейчас сразу занырнуть в пользу, узнать, какие основные ошибки совершают предприниматели, когда пытаются перейти из этапа младенчества на этап давай-давай. То есть что им мешает это сделать, эффективные качества? На этапе младенчества, как правило, у компании нет ресурсов, нет денег, нет людей, там это обычный собственник, ну и пару-тройку ассистентов, там помощник, которых он смог себе выкупить на его небольшую чистую прибыль, то есть смог, да, ну или там 10-15 человек, то есть небольшая компания, может 20 человек. И на этом этапе... То есть 10-15 человек это еще маленькая? Ну то есть в среднем, если посмотреть там базовые нормы управляемости, это один руководитель может на себе вывести 7 плюс-минус 2 подчиненных. Ну то есть если там собственник бизнеса, который умеет вкалывать, ну вывезет 15 человек. И часто на этом этапе компании, у которых там есть владелец компании, у него 15 подчиненных, и на этом этапе он хочет газануть, но он привык, что он все достигал сам. Есть такая синдром, называется Бэтмена потанцовка, когда предприниматель все замыкает на себе. Он как Бэтмен, ему каждый раз светит прожектором, как в Готэме, мы тебя вызываем, он идет показывает, как продавать, он показывает, как делать лиды, он показывает, как писать регламенты, он показывает, как там закупать продукцию, или как там делает на производстве что-то, станок починить может, там засучит рукава. И на этом этапе его ловушка в том, что он не делегирует, он не строит систему в продажах, он не масштабирует ключевую функцию продажи. Он либо сам продает, либо он плюс пару ассистентов, либо он и пару менеджеров, то есть у него какая-то такая вялая система. Но на самом деле, если мы хотим достичь большого масштаба, нам нужно переварить большой поток лидов, большой поток клиентов, его круто обрабатывать. И вот в этом как раз-таки наша экспертиза, мы умеем это круто делать. Сейчас действительно есть сложность с кадрами, если посмотреть по России, но большую часть проблемы испытывают области, компании, где был труд не супер высококвалифицированный. То есть это, допустим, разнорабочие, производственники, водители, курьеры и так далее. Но в силу СВО, там да, либо ребят мобилизовали, либо они пошли услужить по контракту, потому что действительно, ну, большие зарплаты платят за государство, за участие в СВО. У меня вот у моего друга, у него в Ульяновской области свой завод, предприятие. И у него раньше разнорабочие на заводе, которые просто носил что-то там под металл, распаковывал там заготовки. У него зарплата была порядка 50-60 тысяч рублей. Сегодня 200. Разнорабочие. В Ульяновской области, даже не в Ульяновской. Это сейчас распространенная история? Да, ну типа иначе ты просто не в рынке. Просто ты не можешь найти людей. Ну, им выгоднее пойти служить или им выгоднее пойти на предприятие гособоронзаказа. У меня, у моего ученика есть завод, собственное предприятие в Челябинске. Рядом открыли большое предприятие государственное. Сейчас для фронта нужны снаряды, и там производят огромное количество снарядов на этом заводе. И там зарплата 200-300 для токаря. Токарь 300 тысяч рублей. У него все токари пришли туда. То есть хорошие деньги, люди переходят, зарплата большую платят государством. Стабильная работа, большая потребность для фронта. Ну, то есть это такая нужная штука. И предприниматель не может конкурировать с деньгами государства, если он не сделает такую же зарплату. Поэтому маржинальность подпроседает. То есть нет возможности выдержать конкуренцию. Большинство предпринимателей не думает о таком понятии, как черный лебедь. Никто не думает о событиях с невысокой вероятностью, которые могут разрушить бизнес или важные операции в нем. Например, у многих компаний при правильном подходе происходит массовый прилив новых клиентов на сайт. Михаил Гребенюк называет это перелидоз. Во время подготовки к этому большинство бизнесменов думают о маркетинговых связках, скриптах продаж, способах проведения оплат и подобном. Но никто не думает о серверах, о том, что того самого перелидоза может не случиться, если сайт упадет. Застраховать свой бизнес от сбоев можно вместе с Selectel. Это ведущий провайдер IT-инфраструктуры в России. И он поможет не только на этапе роста. В Selectel вы в целом сможете освободить время для блестящих идей, пока провайдер занимается IT-инфраструктурой. На сервисах компании можно размещать сайты и приложения, хранить терабайты данных, защищать ресурсы от кибератак и быстро адаптироваться под постоянно меняющуюся нагрузку. В Selectel есть решение для бизнеса любого размера. Даже если вы на стадии MVP, у Selectel есть решение по приемлемой цене. Облачные серверы с почасовой оплатой. А если вы уже обладаете наработанной клиентской базой, можно перейти на выделенные физические серверы. Оставляйте заявку по ссылке в описании и получайте бесплатную консультацию от специалистов Selectel. В таком случае у нас сейчас компания, допустим, гипотетическая компания, проходит этап младенчества. Мы смогли построить отдел продаж, потом поговорим, как эффективно это сделать. У нас пошли клиенты. И вот как теперь искать сотрудников, которые будут на тебя работать и выполнять вот эти заказы? Все зависит от ситуации, где находится компания. И мы должны смотреть в двух плоскостях. Первая плоскость – это где находится компания. И вторая плоскость – это кого мы ищем. Проведу пример. Вот сейчас у меня на Ютубе есть шоу, только что снимал, шоу-декларации. Я взял там, да, пять человек. Я их там пообещал, что я буду полгода их как наставник вести и снимать серии раз в месяц, их разбирать. Давать им жесткую декларацию на месте, что сделать. И прям с ценным словом там, если не сделать, деньги платишь. И у нас там есть парень, Женя, который работает в городе Константиновск. Это Ростовская область. У него город с населением 50 тысяч человек. И у него там бетонный завод. Он производит бетон, он производит бетонные кольца для колодцев, и он производит тротуарную плитку, бордюры. Все из продукции из бетона. И у него там цех предприятия в Константиновске. Большой молодец, можно посмотреть, очень прикольный вопрос по доходу. И его проблема с кадрами в Константиновске сумасшедшая. Ему сейчас нужно масштабировать отдел продаж. То есть у нас реально есть понимание, как захватить его там ближайшие города и выйти на чистую прибыль там 3-5, даже, возможно, 10 миллионов рублей чистой прибыли в его городе. Реально это возможно. И Headhunter в его городе не работает. Ну потому что там нету столько трафика, да, так что в Хаону будут звонить. А любые люди, которые живут в Ростове, далеко ездят. Но в Константиновске есть люди. Ему нужно главное повысить, сделать воронку, как и в продажах. В Константиновске есть телеграм-канал, типа там а-ля ЧП Константиновск, ну как-то так. Ну короче, там реально, если подписаться на него, посмотреть, там 5,5 тысяч подписчиков, и весь город его читает. Ну то есть там более-менее там, его все в городе знают, этот канал, телеграм. И в этом канале публикуется там, на таком-то улице ДТП произошло. И там фотки две машины такие врезались. То есть такие там новости нашего городка. И там рекламные посты, типа там или баня в Константиновске, типа вот приходите к нам. Или там в нашем ресторане появилось меню раки, приходите к нам кушать. Это такая реклама. Я говорю, сколько стоит реклама в этом канале? Он говорит, 100 рублей пост. 100 рублей. Кто-то придумал канал, сделал 100 рублей пост. Там в день 4 поста. Я говорю, у тебя уже чистая прибыль, миллион рублей. Ты уже можешь купить всю рекламу в этом паблике на ближайшие 3 месяца. Вообще ты можешь купить этот паблик, чтобы он стал твоим. За 100 тысяч рублей просто берешь, покупаешь и говоришь, это тюрьмой канал. И ты просто спамишь там, что мне нужны разнорабочие на предприятии. Но вот сейчас я не знаю, чем закончится. То есть, по факту мы с ним что сделали? Мы с ним решили сделать, во-первых, клон паблика «Реальный Константин Иск». Что-то типа того сделать. И туда засосать кучу трафика. Везде рекламу повесить, QR-коды. Билборд в центре города стоит около 10 тысяч рублей в месяц. И там будет QR-код, пишись на наш канал о новостях города. И у него появляется собственная медийная площадка города, чтобы оттуда черпать трафик. Это стоит копье. Вот. По региону это вообще на самом деле идеальная идея. Да, это для разнорабочих. У него нет альтернативного варианта. Я говорю, тебе нужно найти менеджеров. Знаешь, что он сделал? Он пришел на склад, на производство. Он говорит, там есть непьющих четыре парня у меня, которые таскают балки. И он говорит, пацаны, мне нужны менеджеры продажи. Вы умеете общаться вроде как нормально. Ну, не мучите хотя бы. Все, мы вас берем менеджером продажи. Они говорят, мы готовы, а что делать надо? И вот он сейчас типа, у меня четыре менеджера есть. Вот такого уровня кадра у него. Естественно, ребята из Москвы к нему не поедут. Удаленный отдел продаж ему не подходит. Азартинный вариант сделать удаленный отдел продаж. Если возможно сделать удаленный отдел продаж для таких компаний, вообще пушка. Потому что тогда у тебя рынок труда вся Россия. Делаешь там онлайн, CRM-система, контролинг, все элементарно. Но если мы говорим про оффлайн сотрудников, у него оффлайн, потому что его клиенты – это дилеры, магазинчики на стройрынках. Ему нужно их объезжать. Он так все время сам делал. Поэтому нужны менеджеры, которые будут на тачке гонять по окружности Константиновской и продавать его продукцию. Поэтому оффлайн-менеджер нужно. По региону понятно. Ну и в целом по маленькому. Да, Москва, Headhunter. Если мы говорим про высоколисцированные кадры, это Headhunter. Вакансия плюс холодный поиск. Если мы говорим про менеджер продаж, Муропы, линейный мидл-менеджмент. Headhunter – это номер один площадка для подбора. Ну как бы сейчас так работает. Скажи, как лично вы делаете. Неужели только Headhunter? Я думаю, что все равно вы можете по LinkedIn или еще куда-то. Из других компаний переманить. Вообще забей. Ну и мы не переманиваем, потому что мы верим в карму. Правда. Я однажды попытался у конкурента переманить топа. Я не переманил, а у меня она переманила. Да, я поверил в карму, больше так не делаю. У меня сейчас телеграм-канал «Лояльная база». 160 тысяч подписчиков. Меня смотрят предприниматели топ-менеджеров. Мы делаем пост, ищем менеджера продажи. Я знаю, что у них есть люди, которые ищут. У нас там тысячи отликов, две тысячи отликов. В лучшем случае два человека на подход по аватару. Такое качество трафика. Ну то есть у нас высокие требования. На Headhunter у нас больше шансов найти человека. Авито, если мы говорим про высококвалифицированные кадры, только Headhunter. Много ли отликов на Headhunter? Отлики тоже утопия. То есть вообще ожидать, что ты найдешь крутых людей много через отлики – утопия. Холодный поиск. Сажаешь рекрутеров и погнали звонить. Чем больше ты звонишь, тем больше ты набираешь себе людей. Какие должны быть рекрутеры, чтобы они находили хорошие кадры? Зубастые, голодные, как продажники. Ну то есть можешь описать, как они думают? Это человек с хорошим IQ, с высоким уровнем эмпатии, с высоким уровнем энергии, шустрый, который могут в день делать по 100 звонков и не бояться этого, проводить по 6-7 интервью в день и не выиграть от этого. Такие вот достаточно… Ну тут ты потенциально классный рекрутер был, допустим. Вот у тебя типаж, ты не пойдешь им работать, но твой типаж под рекрутера хорошо подходит. У тебя высокая энергия, у тебя есть мозги, ты умеешь слушать, ты умеешь задавать вопросы, ты держишь линию коммуникации. Вот типаж. А ты первых рекрутеров сам на него? Да. То есть вот, допустим, мы создаем отдел рекрутинга. Да. То есть первого кадра мы нанимаем сами, а дальше выстраиваются… Нет, я не так делаю. А как? Нанимаем первым делом ассистента. Ассистент ищите рекрутеров. Ага, дальше ты уже просто собеседуешь. Это большая проблема предпринимателей, которые не могут вырасти, которые имеют до сих пор результаты уровня ларечника, потому что они постоянно живут в категории «как решить проблему?» Они вопросы «кто решит проблему?» Это радикальная трансформация, когда человек перестает думать «как» и думать «кто». У тебя сейчас есть проблемы в бизнесе? Допустим, твой подкаст там штабировать. Вот сейчас назови мне топ-3 проблемы, если бы сейчас зашел бы сюда мужчина в черном пальто и шляпе, он бы сказал «Глеб, какие у тебя три проблемы?» Он бы так щелкал пальцами, и они бы решали, что у тебя за проблемы? У меня много проблем. Назови топ-3. Топ-3, что подкаст «Глеб и Савоба» набрал миллион подписчиков. Хорошо, первая проблема. Мне нужен человек, который бы находил кадры, ну, типа монтажеров, превьюшников. Окей. У тебя проблемы не хватает кадров и монтажерников? Ну, да-да-да. Окей. У меня проблема... Проблема в том, чтобы... Ну, то есть это на самом деле главная проблема. Давай. Еще? Ну, вот главная проблема, что я не могу сотрудников найти. Нормально. У тебя проблема, мало сотрудников классных, монтажеров? Да. Дизайнеров. Еще? Сейчас я подумаю. Сценаристов. Ты можешь ходить, думать, как мне решить проблему, что у меня были крутые сценаристы. А можешь пойти по комбинации. Кто решит проблему, что у меня будут сценаристы? Тут еще есть такой момент, что... Ну, это вот тоже касается любой работы. Именно свою задачу качественно можешь выполнить только ты. Допустим, на текущий... Ну, это иллюзия. Вот, например, на текущий момент выпуски я могу только сам отсматривать, чтобы была хорошая режиссура и так далее. Мне кажется, в любом бизнесе. Иллюзия. Если сегодня... Смотри, все, и ты будешь заложником во веки веков. Знаешь, что будет, если ты будешь отсматривать все выпуски сам? Ну, вот сейчас так происходит. Ты выгоришь. Ты очень быстро выгоришь. Тебя, твои подкасты будут тошнить через год. И ты сдуешься, как сдувается большинство подкастеров. У тебя сходу уже какие ключи и факторы успеха? Энергия. Чтобы у тебя было много энергии. У тебя есть человек, который отвечает за твою энергию? Нет. Пора бы нанять. Это личный персонал-ассистент, который отвечает только... Его продукт — это невыполненная задача. Его продукт — это твое состояние. Массажик, банька, еда. Вот я сейчас вот зашел, здесь душно. Нету человека, который думал про то, что здесь не душно. А он должен был быть здесь, и у него должен чек-лист. Тот человек — это твои витамины регулярно. Никто. У тебя есть человек, который чекает... У меня есть личный ассистент, который отвечает за мою биохимию. Его продукт — это моя биохимия. То есть у тебя есть ассистент, который постоянно анализы... У меня ассистент, у которого стоит чек-лист, что он должен каждого месяца организовывать мне медсестру, сдачу биохимию крови, поддачу анализов терапевту, сбора терапевта, рекомендации, что мне пить, потом закупить все, что нужно пропить, передать водителю, это оказывается в бардачки, и утром просто мне передаются таблетки, я даже не знаю, что я пью. То есть бады там какие-то употребляешь? Да, ну типа витамин D у меня сейчас просаженный. Ну я как бы вижу, что я пью, у меня витамин D как бы сейчас просаженный был, я его все пью. Как у меня пился в бардачке? ХЗ. Систему родила. И ты видишь, как это влияет на твою... Потом я один день прихожу, у меня... Михаил, сегодня у вас капельница с утра. Я такой, камон, что за капельница? Железо. У вас железо поупало. Все, мне железо накапано. Ну это влияет на твою эффективность, ты это чувствуешь? Ну конечно. Вот касательно сотрудников, еще есть такой момент, вот ты нанимаешь человека, и видишь в нем энергию, то, что он старается, то, что он лоярен, он вовлечен, но у него не получается. И в этот момент рождается мысль, ну возможно, в течение какого-то времени из него что-то хорошее вырастет, потому что у него все остальное есть. Вот как понять, что не вырастет, что не нужно тратить время на этого человека? Мне кажется, правильно ответ здесь один. Как ты чувствуешь? То есть я стараюсь доверять чувствам, в мыслях правды нет. Ты очень четко знаешь, что ты чувствуешь по поводу человека. Вот как ты чувствуешь сейчас мою включенную интервью? На сто процентов. Откуда ты это знаешь? Всем бы гостей, я чувствую это. Вот. Частный Михаил Гребенюк говорит о том, что бизнес нужно делать ради свободы. Создавая свой проект, ты получаешь возможность заниматься тем, что тебе нравится. Запустить бизнес быстро и легко можно вместе со Сбером. Для тех, кто только начинает свой путь, у банка есть уникальное предложение. Вам бесплатно зарегистрируют бизнес и откроют счет с бесплатным обслуживанием, а еще предоставят доступ к самым востребованным сервисам для старта бизнеса. Со Сбером вы получите консультацию юриста и бухгалтера для ИП, онлайн-кассу. И все это за ноль рублей. Переходите по ссылке в описании и начинайте свой бизнес вместе со Сбером. У тебя есть какой-нибудь, вот сейчас можешь назвать имя, представь какого-нибудь человека, любого из твоей команды, с которым ты постоянно работаешь. Так. Насколько ты по десятибалльной шкале оценишь, что в нем большой потенциал? Девять. Откуда ты это знаешь? Это очевидно. Очевидно, да. Если ты начал задумываться, есть ли потенциал в человеке, в нем его нет. Ну, он есть, но не для той позиции, которую ты себе придумал. Вероятность меньше одной десятой процента, что если вот сегодня взять твою текущую команду, вот взять сегодня тебя, у тебя есть какие-то амбиции, они у тебя как бизнесмены. Подкаст. Так. Маркетинговый бизнес. Продажа рекламных слотов. Классный бизнес, все супер. Понятная модель. Вот ты сегодня делаешь X денег. И ты ставишь перед собой задачу, чтобы ты через 3-5 лет делал, назови сколько. Раз больше. 10X. 3-5 лет. Да. Ну, 10 это было всегда. 10X. За 3-5 лет вырасти в 10X доходим. Классно было бы? Да. Супер. Вот берем эту цель. Для этого нужно, чтобы бизнес вырос 10 раз. Ну, по его эффективности, по масштабу там и так далее. Ты не сможешь это сделать сам, тебе нужна будет команда. Какова вероятность, допустим, что ты с твоим бизнесом синхронизирован и твоя скорость развития, как предприниматель, твой калибр личности, личностного роста, скиллов, управленческого менеджмента, всех остальных, подкастерских, скиллов. Да. Она, допустим, способна вырасти в 10 раз за эти 3-5 лет. Предположим. Так. Твои же цели такие. Да. То есть надо, чтобы ты тоже вырос 10 раз. Да. По подготовке. По подготовке надо. Да. Какая вероятность, что у тебя в текущей команде 10 человек работать, что они все имеют такой же темп, как и ты, как и цель этого бизнеса. Меньше 1,1%. И проблема не в людях. Потому что у каждого есть свой потенциал и, более того, своя скорость распаковки потенциала. Поэтому чем раньше мы поймем, что если мы хотим вырасти в 10 раз за 3 года, это сумасшедший темп. Это сумасшедший темп. За 5 лет это сумасшедший темп. Вообще в целом расти там... Ну, я считаю, что малый и средний бизнес должен расти x2 минимум каждый год. Малый бизнес. Средний бизнес должен расти x1,5 каждый год. Вот. Ты в прошлом году, мне кажется, вырос... Ну, если не x10, x7. Ну, мы каждый год росли x2 последние 7 лет. А последний год 7 раз выросли. Вот сколько людей у тебя ушло? Не все же смогли вырасти в разы. Я оцениваю мою текучку слэш-отсевучку как, наверное, процентов 40-60 по году. На текущую секунду. А что ты чувствовал касательно их? Что они не тянули? Что не получалось? Темп. Они либо выгорали, просто выгорали шутки. Просто приходили к тебе, и все, не будем работать, мы выгорели. Ну, люди просто вставали. Ты по ним это видел? Ну, да. Ну, скорее, ты уже... Нет, смотри, топ-менеджмент у меня уже твердый. То есть у меня подчиненные мои, которые в топе работают... Они с тобой успели вырасти? 4-5 лет. Ну, я их там нормально так натягиваю, чтобы они успевали за темпом. То есть мы много чего делаем, чтобы они успевали. И где-то мне приходилось терпеть и ждать. Но там middle-менеджмент во много меняется. Линейные сотрудники очень сильно меняются. Но просто люди не вывозят темпы, требовательности, которые есть. Кто-то вырастает. Вот были ли люди, которые, ну, скорее всего, сейчас должны были оказаться в топ-менеджменте, и ты в них очень жестко вкладывался, но они тебя кинули и ушли? Да. Ну, у меня были ребята, которые работали рукой тема отдела продаж. Туда они еще были... У меня не было еще директоров, у меня был middle-менеджмент. Там они учились ему, и потом такие, о, прикольная тема, пойду сам там отдела продаж строить. Классная движуха. То есть полностью модель твою скопировали? Да, да, прямо под ключ. И что у них происходило? Я не слежу, но я их не слышал больше после этого, где они были. То есть я слышал только про одного парня, который скачал всю базу нашу, пытался по ней продавать слив нашего продукта. Ну, короче, что-то там заработал. Там были юридические тяжбы. То есть ты на него в суд подал? Ну, конечно, мы сразу там... То есть чтобы ты понимал, то есть как бы мы сейчас подаем в суд на человека, который у меня в одном из бизнесов увел часть сотрудников, скопировал модель, хрен с ним, и при этом еще полностью всему научился, скопировал модель, ушел. Я знаю, что сейчас меня захейтят люди, которые работают на имя. Такие херли, типа вот там барыги, там коммерсы, короче, там что-то подобного. Нормальная же тема там, да? Ну, как бы я бы так этически не сделал сегодня. Вот. Я понимаю, что это вопрос внутренних ценностей стандартов. То есть как бы я разрешаю себя хейтить людям, которые не понимают меня. Сейчас будет холивар. Там все предприниматели скажут, блин, да, Гребенюк прав. Все, кто в нами работают, скажут, блин, какого хрена? Он что, типа, сейчас на собственность, что ли, забрел бизнес-модель? Ну, как бы это вопрос этики внутренних ценностей. Вот. Если у человека реальная задача есть вырасти в доходе, всегда проще развиваться с предпринимателем рядом, вырасти в карьере, получить долю в бизнесе или открыть новый проект совместно в партнерстве. Так или иначе, мне кажется, это частая история. Вот можно ли себя как-то обезопасить, когда ты вот на старте устраиваешь хошель? Да, нужно... Ну, первый вариант – это использовать секрет кока-колы, что никто не знает рецепты кока-колы. Все знают, что ингредиент X нужно смешать с секретом Y в пропорции 1 к 3 в этом чане, а потом варить 30 минут, потом остудить до такой-то температуры и залить какие-то бутылки. Но итоговая форму знает единицы. А договор о неразглашении индей? В России не работает. В России очень слабая практика договора о неконкуренции и индей. Вообще ее нет. У меня товарищ... Ты используешь? Ну, мы подписываем, но в России это очень... То есть я скорее знаю, какие рычаги давления применить определенные можно. Можешь сказать, почему в России не работает? Практика такая судебная. Ну, типа, нет пока. В Америке очень сильно это работает. То есть если ты в Америке подпишешь соглашение о неконкуренции при выходе из компании и нарушиваешь его, тебя жестко вздрючит. То есть там очень жестко. И легко доказывается. И индей жестко. У нас в России... У меня товарищ сейчас готовит компанию к продаже. И он пошел к инвестбанкам, чтобы продать компанию. И они с одним из инвестбанков... Инвестбанк, блин, там топ-5 страны. Ну, то есть это уровень, суперсерьезный корпоративный сегмент. И они с ними заключили контракт, NDA, о том, что они делают due diligence, то есть изучение компании, чтобы оценить ее. Через неделю ему звонит другой инвестбанк, говорит, здрасте, мы знаем, что вы продаете компанию. Типа, там уже слух по рынку ходит. Давайте мы нам лучше предложение сделаем. Он в этот момент, мне кажется, мог подать... Ну-ка, нет, нету практики. Ну, типа, нету судебной практики. Ну, сколько там? Тысячу рублей ты отсудишь. Пять тысяч рублей ты отсудишь. Ну, а если в этом же Индии написать штраф два миллиона? Ну, да, ну, как бы отсудишь два миллиона рублей. Ну, как бы... То есть просто это проблема... Такая-то дырка реально в законной системе и судебной системе. Мне кажется, что если бы я там какие-то советы бы давал, там какой-то вот... Как можно поддержать притоматическую структуру в стране сейчас, например, да? Мне кажется, что если на уровне там государственного аппарата как-то попытаться порешать вопрос серьезности с НДА, это соглашение-разглашение, да? Non-discussment agreement. И соглашение не конкуренция, что сотрудники уходят с бизнес-моделью, готовые делать компанию, клон, при этом они подписывали такое соглашение, что они там не имеют права конкурировать 10 лет. Мне кажется, было бы классно. А какие бы ты еще советы дал, если бы он как-то вот менял предпринимательство России? Какие нововведения можно устроить? Слушай, ну, история... Понятное дело, что там... Любой предприниматель будет говорить за налоги, понятное дело, что в стране есть определенные потребности в бюджете, там, да... Конечно, больно сейчас НДФЛ вырастет, с Нового года вырастет. Конечно, больно. Конечно, больно подойти НДС 20%. Да, я знаю, что есть разные там... взгляды на этот счет, что можно занизить налоги, вырастить. У меня пока недостаточно сильное образование, чтобы настолько мог быть эксперт в макроэкономике. Вот здесь, наверное, нет. Но точно, наверное, вот, если брать справедливость на уровне НДА, было бы здорово добавить. Когда у тебя ушел начальник отдела продаж, я думаю, от него много что зависело, и в целом у тебя уровень стресса мог повыситься в тот момент. Вот можешь рассказать твои действия? Я встал на этот момент. На его пост стал руководителем отдела продаж. Сказал, что теперь я рулю ребятами, стал РОПом. А у тебя же в любом случае, перед тем, как он ушел, много других обязанностей было. Да. Как ты смог это вписать в свой график и все совмещать? Ну, просто меньше свободы времени стало. Ну, вот ты можешь рассказать про тот период времени? Слушай, это было года... Событийно. Потому что, я думаю, это очень часто. Это было года три назад уже, да. То есть, как бы, я уже давно достаточно не в операционке с продажниками, линейными менеджерами там, да. Но я встал на позицию РОПа, были координации, и я постарался, как можно скорее понять, кто из ребят может на эту позицию вырасти. И я там разглядел, собственно, девушку Алину, которая сейчас у меня в компании операционный директор. То есть, она выросла с продажника до РОПа, потом Дирь по продажам, потом опередиректор она стала сейчас. Как бы, мы работаем. И нет ли у тебя опасений, что может что-то такое повториться? Есть. И это постоянно с тобой получается. Да, ну смотри. Мне кажется, что страх, он очень сильно блокирует. Вот. Есть очень классная книга, «Беседа с Богом». Neil Donald Walsh. Очень рекомендую принимать, мне прочитать. Такая она глубокая, философская. Какие выводы можно из нее сделать? Ну, там классная мысль есть про то, что по факту, если мы посмотрим на все наши действия в бизнесе и на жизни, то они все основаны, они основаны на одном из двух эмоций. Либо эмоций страха, либо эмоций любви. И если все, что ты делаешь от страха, это все от дьявола, все, что ты делаешь от любви, это от Бога. И ведет к развитию простания только то, что от любви. Поэтому, если я действую в компании из позиции только страха, а что, если я буду качать людей? Вот мне говорят часто вопрос. Я буду качать своих сотрудников, и они уволятся. Это из страха же. Это же не из любви. Получается, что ты как бы, боясь, что у тебя один из двадцати уйдет, ты лишаешь возможности девятнадцатиклассным этичным ребятам вырасти. Это же бред. Мне кажется, все равно это должно быть сбалансировано. Страх и любовь. Потому что, допустим, из страха рождается сокращение расходов. Может, он может рождаться из любви. Из любви к себе. Нет, ну то, что боишься обанкротиться, это страх же все равно. Да, ну ты как бы любишь себя. Хочешь больше срабатывать. Ты любишь эффективных сотрудников, с которыми ты хочешь делиться с привилевой прибылью, а не с теми, кто не заслуживает. Поэтому ты режешь косты тем, кто недостоин, и тех достоин больше добавляешь. Это из любви. Можешь, пожалуйста, рассказать, как выглядит эффективный продажник, чтобы вот какие у него должны быть скиллы, и вот в целом против людей поговорить. Мне кажется, что ключевой фактор успеха сильного продавца, первое, это очень высокий уровень энергии, чтобы прям был такой боевой чувак. Как понять, что у человека высокий уровень энергии? Да. Как? Я думал, ты расскажешь сейчас. Если тебе кажется, что у человека низкий уровень энергии, тебе не кажется. А, понял. Опять возвращаемся к очевидным. Это очевидно. Ты сразу понимаешь, что у человека высокий уровень энергии. На самом деле, вот ты говоришь про очевидно, мне кажется, не всем очевидно. У тебя высокий уровень эмпатии, эмоционального интеллекта. Это второй. Кстати, не факт. Я сдавал тест ПИФ, у меня социальный интеллект 8 из 100. Да, так, если на минуточку. Тогда не знаю, почему тебе очевидно. Может, это кривой тест, может, это насмотренность. Но что бы сделал я? Мне кажется, что любой человек может легко определить в его окружении людей с высоким уровнем энергии. Друзей, корешей, знакомых, предмателей, сотрудников с высоким уровнем энергии. Ну, хорошо, да, этот вопрос. И заинватить этих людей на собеседование и сказать, ребят, вы можете оценить по 10-бальной шкале уровень энергии? Мне от вас только это нужно. У Глеба высокий уровень энергии или нет? Они говорят, ну, 9. Все, классно, берем. Этот пункт галочку ставим. Второй пункт – это уровень эмпатии. Это способность распознавать эмоции. Способность под них подстраиваться, способность с ними работать. Это второе, что нужно в продажнике. Третье – гол до денег. Высокая амбициозность. То есть им процент не платим? А? Мы процент им заказов платим? Конечно, процент заказов, но это вопрос как бы его личного состояния. Да, вот есть такое слово – притязание. Притязание. Сегодня смотрю только в толковом словаре, вот значение слова. Притязание – это желание получить что-либо. Высокое желание обладать чем-либо. Вот. То есть есть люди, у которых разный уровень притязаний. Вот есть люди с низкими притязаниями. У которых там мечта, в лучшем случае, пивас там в пятницу открыть, дотку бахнуть, каточку. И все. Вот их все притязание. Уже по кайфу, да? У кого-то притязание там камри купить. А какое-то притязание, типа вот, очень классный рекомендую сериал посмотреть. Недавно посмотрели с женой. We crashed. Это про сеть международных каворкингов WeWork. Она обанкротилась. И там вот ее основатель Аллен Ньюман на реальных событиях основан. Играет Джаред Лето и Энн Хэтой. Очень крутой сериал от Apple TV. Вот. Есть там в интернете, в Яндексе, можете посмотреть, там просто в Яндексе видео в Битте. Там все серии есть. И там прикольный очень такой момент, когда они только запустили Аллен Ньюман со своим партнером, архитектором открыли первый каворкинг в Нью-Йорке. И пошли клиенты, пошли... То есть модель обкатана все, приблизь. И они встречают своим инвесторам небольшим, который им дал площадку и говорят, ну типа все, давайте масштабироваться. Он говорит, да-да, типа ну что там, дальше какой там, берем следующую точку, может там вот район подешевле возьмем. Он говорит, нет, мы берем точку вот через дорогу в Нью-Йорке, вот на Манхэттене вот это здание, целый этаж, это же из-за пандемии. Пандемия же их убила. Они реально сделали тренд, они перевели людей из офисной работы в фриланс или в каворкинг. Это же супертренд. А потом это все пришло в Zoom. Это они реально создали индустрию каворкинга. И вот они сидят, там сцена такая очень крутая есть, когда они разговаривают. И они говорят, ну что будем открывать? И он говорит, короче, мы должны открыться в Бангкоке, в Сингапуре, в Лондоне, в Париже, в Москве, в Токио, типа забираешь и год. Они такие, о, 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 мы только открыли модель, какая разница, мне нужен весь мир. Вот у него там очень, вот это очень классный показатель, он вообще крэйзи, он просто сумасшедший. То есть я не настолько крэйзи. Мы с женой смотрели, такой, я бы так не сделал. Но это хорошая демонстрация маятника, как бы людям показать, что такое высокий уровень амбиции и притязаний. И есть люди, у которых очень низкая база, да, которым мало что в жизни надо, их все устраивает. И я честно, я вот сейчас пишу книжку новую, у меня осенью, даст бог, я допишу, будет новая книга, выйдет, называется «Калибр личности». Я обнаружил, что из предпринимателя, вот мы занимаемся консультированием, продажи, маркетинг, ну то есть такие вещи инструментальные, которые определенно апгрейдят уровень продаж и денег человека, качество жизни. Мы берем два предпринимателя из одинаковой ниши, с одинаковой бизнес-моделью, одинакового масштаба, даем им одни и те же инструкции, один вырастает на 30%, другой в 30 раз. Вот за факт. Ну типа почему так происходит? Я долго не мог понять. А потом начал сравнивать, я увидел разницу, что у них разный уровень калибра. Их калибр личности совершенно разный. И есть люди, у которых личный калибр меньше, чем в масштабах бизнеса. Вот мне кажется, сейчас твоя проблема, которую ты не осознаешь. Сейчас ты... Потому что уровень притязания у меня ниже, чем... Да, ну я тебе... Когда я только что пришел, для зрителей скажу, я сегодня, у меня было прям пока к тебе ехал, у меня было там собеседование одного человека, да, и она говорит, вот там типа Глеб Соломин, вообще пушечный подкаст, вообще там всех разорвет, там будет там топ-1. И я такой, ну да, типа Глеб Крутой, я поэтому там к тебе пришел. То есть да, конечно, классно, мне с тобой комфортно общаться. И я тебе это рассказал, и ты такой, да ну на. Да не может быть. То есть у тебя даже сейчас реакция такая, типа ты сам не веришь в это. И это говорит о том, что уже тренд, уже рынок, уже бизнес, модель больше, чем ты. Ты уже не успеваешь. А ты должен быть больше, чем твой бизнес, чтобы ты его пампил. Как возможно решить эту проблему? Это калибр. Да, сейчас про это скажу. Вот. И то же самое из калибра у продажников. И вот пример такой, да, представьте себе Илона Маска владельцем всяких закусочных шаурмой. Или представьте себе Ричарда Брэнсона владельцем региональной сети по продаже розничный оптовый носок в России. Ну типа, что это вообще? Или Сергея Галецкого магнит там, да, стадион Краснодар, который открыл магазин по продаже цветов. Цветы продает. Ну то есть калибр, бизнес-модель, масштаб компании не соответствует калибру личности человека. Люди, которые перешли из категории как в категорию кто, выросли в калибре. У тебя только что он такой, оп, там 5% апгрейд. Следующий, знаешь, какой буршак? Когда ты задумаешься, кто в моей компании, будет думать кто, будет думать как. Это следующий левел. Кто будет думать кто, как делать что-то? Ну потом еще плюс один кто. Да. Нет, там уже следующий вопрос куда? Там уже основатель. Основатель думает куда и зачем. Потом SEO думает кто, будет думать кто. Эти кто думают про middle management, они думают как. Технологии улучшают компанию. А там уже думают что. Нижний уровень то что. Что будем делать сегодня? Кому звонить? Я придумал, я сделаю схему, выложу в телеграме. Да. Ссылковое. Ссылковое. Это качает калибр. Такая квартира в Дубае с видом на море может обойтись вам на 20% дешевле рыночного предложения, если найти ее до официального старта продаж. И ее можно будет сдавать за 4 тысячи долларов в месяц без всяких налогов. А в поиске таких вариантов вам поможет бюро Андрея Негинского. Андрей, владелец бюро недвижимости, живет в Дубае с семьей и ведет один из самых популярных телеграм-каналов о рынке недвижимости Эмиратов. Там уже более 60 тысяч живых подписчиков. На канале вы первыми можете узнать о продаже редких объектов и приобрести их на самом старте продаж по самой выгодной цене. Еще он бесплатно делится инструкциями о том, как получить ВНЖ в Эмиратах, открыть свою компанию или выбрать хорошую школу для ребенка. Кроме того, Андрей с командой аналитиков бюро каждый месяц готовит подборку из 20 наиболее прибыльных проектов для инвестиций в Эмираты с аналитикой доходности и стартовой стоимостью от 149 тысяч до 12 миллионов долларов. Если вы хотите получить каталог выгодных объектов недвижимости в Эмиратах, то переходите по этому QR-коду или по ссылке в описании ролика в телеграм-канал Андрея и забирайте файл в закрепленном сообщении. Или, допустим, встреча с аномалией. Вот сейчас взять тебя и поместить в среду предпринимателей, которые зарабатывают в 10 раз больше тебя. Чтобы просто не тусовался. У тебя там разорвет. Ты зарегистрируешь, что люди делают деньги еще круче. Знаешь, что? Поместить тебя в среду людей, которые на... Прикинь, если ты будешь тусить... Во, вообще кайф. Ты выиграешь путевку месяц один на один везде тусоваться хвостиком с мистером Мистом. Тебе же конец. Ну, то есть, все, ты приедешь сюда, с другим человеком. Через месяц. Тебе недели хватит. Ты просто с ним неделю поживешь, ты увидишь, как он рассуждает, как он мыслит, как он строит комбинации, как он зарабатывает деньги. Все. Знаешь же мистер Абиста? Конечно, знаю. Мистер Абиста, да, и активно наблюдаю за ним. Просто вот касательно социального окружения, я раньше думал, что это не совсем имеет место быть. Но вот я сам на третьем курсе просто записывал подкасты, ни о чем не думал. И ко мне приходили люди более высокого калибра. Там, допустим, в какой-то момент блогеры начали, миллионники приходили, бизнесмены начали приходить, которые много зарабатывают. И так или иначе, просто мое сознание, оно разрывало. Твой калибр сегодня выше, чем год назад. Посмотри интервью, просто возьмите, прямо сейчас, поставьте на паузу, вбейте в Ютубе Соломин Гребенюк и найдите наше интервью год назад с Глебом и посмотрите его там и сегодня. Два разных человека. И это неосознанно происходит. То есть ты это даже не контролируешь. Но ты можешь это сделать еще и добавить, допустим, вот ты себя как лично помешаешь в среду, где люди кручат себя? Я выписал всех людей, которые в моем окружении заработают сильно больше меня, с ними списался зимой. Говорю, ребят, короче, надо сделать мастер-майнд. Мы встречались раз в три месяца и друг друга разбирать. Погнали. Просто. То есть получается, там, где ты хочешь вырасти, выписываешь список сильных людей. Да. Там уже кто ответит, кто не ответит. На меньшем масштабе надо вступить в тусовки, в клубы, в дверьбухи, где есть такие люди. Да. Ну, в сообщество попасть какое-то, где эти люди больше, чем ты. А нужно ли в таком случае ограничивать общение с теми, которые хуже тебя? А, я же все равно не можешь себя научить. Слушай, я здесь так разделяю. Вот я здесь так разделяю. Здесь есть люди, которые... Ну, вот это моя текущая философия. Вот. Есть друзья. У меня есть друзья. Их немного. Ну, пять человек. Близкие друзья. Это люди, которые прямо на мои кореша. И некоторые из них больше меня зарабатывают, некоторые из них сильно меньше зарабатывают. Есть друг, который там зарабатывает несколько тысяч долларов. И эти люди, сколько бы ни зарабатывал, я буду с ними тусоваться. Потому что я уже с ними тусуюсь давно. А есть тусовка? То есть друзья, тусовка. Тусовка это просто как бы из сферы. Да. С кем ты тусишь, там общаешься, варишь за работу, со-бизнес. И вот тусовку можно менять. Тусовка это не про дружбу. Это про как раз-таки обмен опытом, про обогащение. Интересно спросить. Вот у тебя есть, допустим, друзья, которых ты очень хорошо знаешь. Ты в них уверен. Можно ли их взять на работу, на ключевые позиции? Я бы не врал. У меня есть, более того, у меня есть друг Саша. Сань, привет. Здесь ты смотришь. И мы с Аньком. Он суперкрутой чувак. У меня экспертиза в управлении. Очень бешеная. Он один из моих таких учителей по менеджменту, по управлению людьми, по строению команды. И мы у нас с ним за, не знаю, сколько мы дружим с ним, может, уже лет 6, наверное, 7. И за 6 лет нашей дружбы у нас с ним, да, 6 лет мы дружим. За 6 лет у нас было 4 попытки стать партнерами. И каждый раз это какая-то жопа начиналось в обсуждении. И мы понимали, что если мы пойдем в эту историю, есть высокая вероятность, что мы садемся, сварим, но обратного берета уже нет. Что либо мы теряем партнерство, либо дружбу. И скорее всего. И мы, короче, с ним сейчас друг другу скажем, все, Сань, короче. Это был очень последний раз, когда мы пытались что-то сварить. В мире достаточно возможности, чтобы зарабатывать деньги, а друзей тяжело найти. Поэтому давай... Ну а если на позицию сотрудника, то тогда уже меньше... Я бы не стал. Ну это мое. Я бы точно не стал друзей ставить. А совместный бизнес, допустим, с женой бы начал делать? Старался бы избегать? Все равно в какой-то момент можно сказать... Я бы старался бы избегать совместный бизнес с женой, потому что для меня это... Ну это как, типа, знаешь, ты играешь в компьютерную игру Супер Марио, и там тебе предлагается выбрать уровни изи, медиум, хард, вэри хард и сатан. Вот это вот сатанинский уровень. То есть как бы тебе настолько нужно быть кантоходцем в словах, фразах, чтобы роль разделять, как хирург, препарировать. Где ты в роли мужа, где ты в роли там наставника, где ты в роли партнера, где ты в роли там подчиненного. Ты просто... Ты Кате вообще не помогаешь с брендом одежды? Только если просят, и только бы на уровне как бы так. То есть там... Ну вот... Я знаю, что если я буду партнером с Катей, есть шанс, что мы с ней реально разоснемся. У нас сейчас есть задумка сделать один совместный бизнес, реально. Мы хотим с ней сделать сайт знакомств. Совместное в партнерстве. Сейчас рынок освободился после Тиндера. Но мы хотим не именно такой типа для секса, а мы хотим именно вот, чтобы семейный пар строить. То есть как бы, чтобы там люди, которые ищут отношения для семейного... для брака. Так вот серьезный уже сайт, и мы там ценности, чтобы пропагандировали наши. И вот у меня большая, мне кажется, воронка принимателей хороших. У него девчонок классных. Можно классно мэчить их. Вот. И этот бизнес я бы с Катей сделал в партнерстве, с прибылью. Но я бы не стал как основным. То есть такое хобби. Про продажи. Есть агрессивный метод продаж, а есть такой, скажем, более дипломатичный. Вот какой путь выбираешь ты, какой более эффективный? А ты можешь поделиться, что такое агрессивный для тебя? Для меня агрессивный подход, это когда тебе начинают названивать, ты сбрасываешь, тебе еще раз звонят, говорят, вы нам не дали ответа, можете сказать, что вы про это думаете. Ты опять сбрасываешь, тебе смс-ку пишут, вот, и пытаются тебя до какого-то или ответа довести, или уже до того, чтобы тебе уже финально продать. Вот это агрессивно. Дипломатично, когда тебе там офферу один раз предложили, я считаю, что оба подхода неверны. И нет разделения на дипломатичный агрессивный подход. Смотри, в первом подходе, где агрессивный, по практике скажу, из 1016 построенных за последние 7 лет отделов продаж не было ни одной компании, ни одной, которая пришла к нам и сказала, наши менеджеры заколебали клиентозвонками, что с ними делать? Такой не было ни одной. Обычно они не звонят, они ленятся, что делают в этом случае. Поэтому первая история, надо понять, что объем, исходящий поток всегда побеждает у тех, кто это не делает. и если мы говорим про продавцов, которые агрессивные, то что вот этого менеджера, который тебя так задал бред звонками, не хватает? Ему не хватает того, чтобы он не просто в тупую продавал, а чтобы он все время думал, как расширить твое окно внимания. То есть просто что он делает? Он слишком быстро тебя закрывает. Но если бы он так настойчиво давал тебе то, что тебе реально нужно, если тебя это раздражает, значит, ты пока не горячий лид, ты холодный лид. А тебе уже предлагают сделку. Это как, типа, девушку до первого свидания уже на секс закрывать. Ну, типа, будет конверсия? Один процент. Ну, типа, те, у кого давно секса не было. Но большинство тебя отошьет. То же самое здесь. Но если ты хороший продажник, то... Ну, да. Кому-что равно два процента. Ну, три процента. Но у тебя не будет большой конверсии. Поэтому здесь очень важно понять, что холодных лидов нужно очень четко вести. Агрессивно вести. Но пользой. И тогда она не будет тебя раздражать. Ну, прикинь, ты пришел на массаж. Ты ходил на массаж, там, тайский, балийский. И тайка тебя слишком внимательно и, ну, как, агрессивно, настойчиво пытается тебе сделать классный массаж, променая мышцы, правильный, там, фактуру, рельеф, там, все, там, короче, чтобы тебе было приятно и комфортно. То есть ты будешь кайфовать, или ты такой, она так вот так тебя делает? Такой дипломатичный массаж называется. Ты как? Разумеется, от первой версии больше. Да, или тайка, которая взяла, короче, ноги. Еще тебя не разогрела, не там, не подготовила мышцы, встала тебе ногами и начала хреначать. Или молотками дубасить. Ну, ты, конечно, из нее по ней вылетишь. Тебе и такая тайка не понравится, и с молотками. Тебе понравится та, которая интенсивный массаж делает, но которая по градиенту тебя разгоняла. Вот то же самое с продажами. Короче, прогреваем, там уже закрываем. Все клиенты делятся на три категории. Холодный, теплый и горячий. Что важно делать с холодными ледами? Нужно очень настойчивым быть и с холодными, с теплыми и горячими. Холодным клиентам нужно очень много говорить про их боли. Видеть их боль, показывать им, что ты понимаешь их боль, что ты слышишь их боль. Подсвечивать им. Подсвечивать им их боль, да. И тогда они тут же конвертируются в теплый. Бывает такое, что они сами не знают свои боли? Конечно. Но если ты им подскажешь, а, да, это про меня, и оп, окно внимания расширилось. Типа, прикинь, просто сейчас тебе какой-то там чувак пишет, Глеб, здравствуйте, я знаю, что вы ведете подкаст, я знаю, что люди, которые делают подкасты и вышли на аудиторию, там, сколько у тебя, 500 тысяч подписчиков сейчас? Нет, 240. 200 тысяч подписчиков у тебя пророчится. Да. 200 тысяч подписчиков, у них начинает ступаться команда и нехватка сценаристов, режиссеров. У меня есть для вас чек-лист Я уже купить хочу. Жаль, что... Понимаешь? Ну, типа, я просто пал в твою боль, у тебя сразу ты стал теплым. Ты не скажешь мне, что вы мне за свои пользы лезете? Я скажу, Глеб, купите мой консалтинг для подкастера. Скажешь, нет, пока не готов. Алло, Глеб, брать будете? А сейчас вы возьмете? Алло, ты не готов. Ты холодный. Но боль тебя активирует теплого. Теперь, когда ты стал теплым, я тебе скажу, Глеб, чек-листа нет, но давайте заключим сделку. Я решу вашу проблему. Ну, подожди, кто ты? Кто ты? И на теплом ледам нужно очень интенсивно и очень настойчиво давать пользу. Давать. Лайфхаки, инсайты. То есть ты должен на теплом моменте словить инсайт. Но есть такой момент, люди как будто бы не любят, когда им продают. Когда они чувствуют, что все им... Нет продажи. Где продажи здесь? Я сказал тебе, Глеб, вы подкастер? Просто один вопрос. Да, нет. Супер. Вы круто выросли. Я это вижу. Я давно по вами сижу. Я знаю, что люди на этом этапе обычно имеют проблемы с командой. Команда, сценаристов, режиссеров, монтажеров. Хотите, могу скинуть чек-лист простой, это бесплатно. Ну, вот на самом деле на этом кейсе очень это понятно. Ну, допустим, мы продаем кондиционеры, да? Вот при мне была ситуация, там, мы... Вы владеет квартиры? Да. Окей. Вам нужен кондиционер? Ну, у вас есть больно. А я говорю, нет, не нужен. Не нужен. Глеб, вам сейчас жарко? Нет, не жарко. То есть, у вас классно все? Да. Я не могу тебе продать. Сейчас же проблемы нет. Ну, если тебе жарко в квартире, но ты не помнишь, нам нужен кондиционер. Глеб, смотрите, сейчас лет впереди. Вспомните прошлый год. Кстати, если вы живете там в Отрадном, в Жулебино, и у вас там проблемы с воздухом в квартире, у нас есть простое решение для жителей таких вот как раз-таки районов. Если хотите, я могу рассказать, как там поднять качество воздуха в квартире, не тратя на это деньги вообще. 10 лайфхаков. Хоп, ты стал теплым. Ну, давайте. Дальше лайфхаки без кондиционера как-то сделать. Фишки. По расстановке мебели, по планировке, по окнам, по фурнитуре, по как часто открывать, как проветривать. Кстати, если хотите, можем вообще воздух в идеал привести. Но могу сделать индивидуальное предложение на замерку приехать. И ты перехожешь горячего. То есть ты его с холодного так перевел? С холодного, чтобы перевести в теплого, нужно давить на боль. Чтобы теплого привести в горячего, нужно создать логический инсайд, чтобы человек что-то понял. Что-то ценное было для него. Бесплатная польза. А горячего, чтобы закрыть, нужны эмоции. Слушайте, какая у вас классная квартира. Как можно в такой классной квартире не иметь замечательного воздуха? Вы посмотрите на себя. Вы молодой. Вам нужна энергия. Воздух – это энергия. Это состояние. Мы можем вам сделать так. Мы не хотим с вами говорить про кондиционер. Мы можем сделать так, что у вас в квартире будет воздух, который достоин вашего качества жизни. Если нужен кондиционер, это не к нам. Мы можем изменить вашу реальность. Мы можем изменить все ваше представление о себе и вашем состоянии. Я уже захотел купить кондиционер. Даже при том, что он у меня есть. Это эмоции. Эмоции продают. Все, там же сделка. Касательно того, чтобы подсветить боль, логически довести до вывода, дать эмоцию, это понятно. А вот можно ли как-то на своего клиента как-то давить еще? Вот какие-то рычаги есть еще? Ну, ответьте. Такого типа. Ответьте там, ради бога. Такие сообщения. Нет, я имею в виду, знаешь, вот мы сейчас, у нас товар заканчивается, или что такое ограниченное предложение. Для горячего работает. Да, но только смотри, если ты хочешь сделать крутое предложение, которое его подстимулирует, это называется стимуляция к покупке. Это очень крутая штука. Очень часто сделки, если только понятие, это называется упущенная продажа. Это когда клиент уже почти готов купить, но ты как бы сказал ему, да, все нравится, да-да-да, но ты не дал ему финальное, ты не дал ему очевидные причины заключить контракт именно сейчас. Ты эмоции поднял? Он говорит, ну что, заключаем сделку с кондиционером? Такой, ну кто-то заключит, уже будет хорошо. Но круче все было бы такое. Вот я такой, ну да, я достойен этого воздуха. Глеб, смотрите, воздух точно исправим. Все замерили. Я понимаю, что просто кондиционер это не вопрос первой покупки. Я вас понимаю. Если сейчас хотите, я могу сделать вам такое крутое предложение. По поводу вашего воздуха. Что вы просто обалдеете, и вот вы точно с нами, вы сами захотите с нами контракт скучать. Хотите, я сделаю? Дальше сами решите. Любой скажет да. На этом этапе любой скажет да. Это называется килин-кофер. И дальше нужно достать козырь из рукава, которого нигде не было, ни в одной презентации, ни на сайте, нигде. И нужно дать какой-то супер-супер бонус. Зато этот бонус, мы за него покупаем скорость решения. То есть, чтобы клиент купил, цена-цена должна совпать. Потому что ценность перевалила цену. Но чтобы он купил сейчас, нужно, чтобы ценность перевалила решение купить завтра. Это отдельная продажа. Надо сначала продать компанию, потом продать продукт, а потом надо еще отдельно, также внимательно продать решение купить именно сейчас. Что если мы ему даем подумать, он не купит, эмоции остужаются, и он переходит на категорию теплой. И ты ему звонишь, алло, давай, че, кау, покупать. Ты в эмоциях, а он в логике. И тебе надо снова угрить. Ты просто его потерял. А есть какие-то экологичные и неэкологичные методы продаж? Сейчас, я вот добью эту мысль. Что бы я здесь делал? Я просто бы дал какую-то супер-классную выгоду очевидную. Типа, смотрите, если вы сегодня у нас закажете кондиционер, обычно он стоит типа 50 тысяч рублей, но если вы сегодня закончите контракт, мы установим вам за 40 тысяч рублей, плюс монтаж будет бесплатно, и еще мы вам на целый год дадим бесплатные картриджи, вот, и еще, кстати, мы дадим вам 50% скидку на второй кондиционер для вашей мамы. Там, я не знаю, 30% скидку. Или там, и плюс еще мы вам в компании... Ты тоже логику ты его побеждаешь. Я даю супер-классную коды, да, супер-ценность. Или там я, если сегодня заключите, то мы сделаем кондиционер уровнем выше. То есть поправить все такое, а сегодня дадим кондиционер уровнем выше. Никто не мешает заранее сделать чуть дороже, уровень пониже, чуть подешевле. То есть ты можешь так подгадать цены, что их никто не хочет купить, но когда в оффере они звучат красиво. И у них эффект Фома еще сработает, это синдром пущенных возможностей. Да, бонусы, подарки, классная история. Надо их закрывать. А бывают какие-то неэкологичные методы продаж? Обман? Обман. Я поэтому ненавижу холодные звонки, честно. Я ненавижу, когда звонят, это обман секретаря, проходка секретаря. Я знаю, что это работает. Использовали вы? Или вы когда-либо? Я никогда не использовал. Я в этом дилетант. Почему? У меня внутри все ломает. Ну, типа, для меня так важно, вот как есть продать продукт, что реально я не уверен, он классный. И когда вот мы обманываем секретаря, потом обманываем ваш контакт, взяли люди в диване, поэтому послушали наше предложение. Конечно, это работает. И я знаю, что сейчас кто-то скажет, Миша, целый индустрий на построен. Да, но я имею право на собственное мнение, что я просто ненавижу эти продажи. Я в этом не разбираюсь. Я не буду этим коучем никогда. То есть, если вы понимаете, что компания какая-то не... Ну, какая-то компания предоставляет некачественные услуги, а она просит вас с отделом пандажа выставить, вы не будете себя работать. То есть, вы перед этим изучаете... Если заранее доказано, что продукты плохого качества, мы не будем работать репутацией. Мы не работаем с неэкологичными нишами. Табак, сигареты, алкоголь. Завершая как бы вот все то, что мы сейчас обсуждали, можешь ли ты выделить ключевые инсайты, которые получают люди, которые проходят НСП? Да, это наш отдельный продукт, надо сказать, да, это отдельная программа. Как так вышло, что мы пошли дальше, чем продажи. И я уже сказал, что мышление очень сильно связано с тем, как люди растут в компаниях. И мне не хватало продукта, который бы людей... Вообще, как родился НСП? Мы делали консалтинг, и потом мы хотели саппортить компании дальше, поддерживать. И мы такие как бы, ну, это только начало, два раза выросли, а у многих такое состояние, типа, ну, уже выросли. И мы такие, ооо, мы-то хотим их качать, чтобы прибыль заработал профит, а они типа не качаются. И у нас там есть 10 компаний, которые мы в пилотный проект взяли. Мы аудиты провели, и мы увидели главную проблему, это вот эта низкая амбициозность, низкая база у владельцев компаний, что они не очень сильно хотят, пчелка, да, не очень сильно хотят сильно расти. И мы помним, что нужен продукт, который был как раз-таки как бы вот распаковывать как бы этот потенциал, качать уровень амбиций, давать эту энергию, желание, страсть, зубастость, чтобы появлялась. И мы назвали эту программу НОСПРАВА. Это программа для предматрителей только, как добавить там НОСПРАВА к личным доходам. Эта программа не обещает роста за эти два месяца. Эта программа, ее главная задача, желаречник, хочу новый уровень. То есть обычно у людей после программы возникает сильный зуд, сильное несогласие, сильное раздражение с текущим уровнем реальности, которое запускает необратимые процессы ее изменения. Вот что там сделано. И мы там разбираем тему мышления, тему бизнес-модели, примеры разной кейси разбираем, как там компания добавила какой-нибудь продукт и оп, и там X30 по прибыли. Маркетинг, продажи и команда, и партнерство. Вот. И вот такая она, двухмесячная программа. Какие инсайты люди получают из НСП, вот какие-то ключевые твои любимые, которые ты видишь, и у человека это проваливается. Потому что я знаю, у меня несколько знакомых посещал НСП, они говорят, Глеб, тебе тоже надо будет пойти. Я тебя приглашаю, я думаю, ты кафоняешь. Реально от энергии, и от состояния, которое там испытываешь. Вот. Можешь ли какой-то тизер сделать? Я скажу, над чем я работаю. То есть еще раз, я вот тебя спросил, надо чуть подробнее рассказать, немножко философии. Ну давай. Меня очень сильно вдохновила концепция, я изучал этой весной стаицизм, это философия стойки Марка Аврелия, Сенека, Эпиктет, это древнеримские философы, которые, ну на самом деле, это очень классная философия, которая классно помогает пройти трудные времена в жизни. Такая она про спокойствие, про мудрость. И стойки очень классно описали концепт, как люди принимают решения, и как они меняют свою жизнь. Если так разобраться, вот можно, могу сделать листики. Конечно. Да. Вот фактически, если взять, могу порвать. Четыре части просто. Вот фактически, как люди живут? Давай я переверну, чтобы спойлерить. Как люди живут? У них есть момент, когда они, ну допустим ты, у тебя есть момент, когда ты воспринимаешь реальность, и когда ты с ней взаимодействуешь. Например, ты воспринимаешь сейчас меня как-то, как объект, и ты со мной как-то взаимодействуешь. Ты воспринимаешь камеру, ты с ней как-то взаимодействуешь. Ты воспринимаешь, злую, бегущую на тебя собаку на улице, и ты с ней как-то взомнадиваешь. Убегаешь, бьешь ее там, говоришь, сиди, тихо там, да, свистишь там громко, орешь на нее. Вот как бы эти две штуки. Но на самом деле, если так посмотреть, между этими двумя моментами, между восприятием реальностью и моментом, когда ты взомнадиваешься, есть еще два этапа. Это входящий поток в твой разум. Входящие смыслы. И наш мозг так устроен, что он не может не давать описания происходящему. Вот. Это что такое? Ручка. Откуда ты знаешь? Мост предложил тебе только что описание, и ты с ним согласился. Да. Если бы мы сейчас взяли марсианина, который никогда ее не видел, мы скажем, что это такое? Он скажет, не знаю, там, типа, в нос уковырять, или в ухе, или орудие убийства. Есть это. Ей можно, это может вилка там, да? Нет, это писать, ручка. И ты знаешь, что надо держать именно так ее, а не вот так. Твой мозг к этому обучен. Потому что тебе очень много раз в жизни предлагали описание этого объекта, и теперь, когда ты его видишь, воспринимаешь вот здесь, твой мозг тебе говорит, Глеб, это ручка. Ты такой, да, согласен. Понимаешь, да, идея? Да. Собака на тебя бежит. Допустим, у меня есть собака. Все пришли, вот, вымпел. И вымпел, он такой очень активный, такой, зубастый, да, там, бежит на тебя. И ты на нее смотришь, твой мозг такой, это злая, бешеная собака. Ты такой, нет. Это помидор, бежащий на меня. Нет. Это вшивая собака. Нет. Это добрая собака, добрая псинка, щенок Миши, который точно хочет поиграться. Да. Понимаешь, да? Так, да. Мозг так устроен, что он будет предлагать тебе описание происходящего до тех пор, пока ты не скажешь, согласен. Да. Рано или поздно ты устанешь. Ты точно проиграешь эту войну. Мозг будет предлагать тебе до бесконечности описание. И так он делает с проблемами, с событиями, с объектами, с людьми. Ты встречаешь человека, он такой, мошенник. Ты такой, нет. Кидалова. Нет. Добрый парень, можешь доверять. Да. Ок, пошли дальше. То есть, получается, дает описание на основе твоего опыта. Да. И на то, что возникает описание в твоей голове, ты не влияешь. Да. Мозг предлагает это. То, на что ты влияешь, ты определяешь, с чем ты согласишься. На что ты скажешь, да, это вот это описание, я с ним согласен. И как только ты вот это сделал, все, дальше ты опять не работаешь. Дальше у тебя врубается биохимия. Мозг впрыскивает тебе кортизол, стресс, дофамин, радость, эндорфин, счастье, адреналин, бежать. Фишка в том, что он впрыскивает тебе биохимию вот здесь вот какую-то в голову, а она основана на решении, которое ты взял в описании объекта. Понял, да, идея? Да. И когда уже запущена биохимия в крови, все, ты себе не принадлежишь. Дальше наступает действие, вот здесь экшн. Действие, начнешь действие, потом результаты. Потому что действие полностью контролируется биохимией. То есть, мы, получается, решаем только на этапе выбора, с чем мы взаимодействуем. Абсолютно верно. И фишка в том, что как довести до других результатов. Надо сделать так, чтобы, встречая сегодняшний путиный поток, твой мозг перестал соглашаться с тем, что он сейчас соглашается, начал соглашаться с другими вещами, с другими смыслами. Например, я тебе пришел сказать, Глеб, ты будешь топ-1 по подкастам. Есть вероятность такая? Ты такой, мозг такой, да, это так, я это знаю. Спокойно. Нет. Это невозможно. Много вероятно. Да, но я пока что-то не верю в это. Да, это про меня. Мост. Стресс, кортизол, переживания, у тебя там адреналин, учащение сердцебиения, ты такой, экшн какой, улыбка, смятение, непонимание. Круто, что ты тоже не реагируешь. Я тоже такой же. Когда мне говорят, Миша, ты там вообще капец, людям судьбу изменил. Я такой, да ладно, я чего угонить, я просто видосики снимал. До сих пор ты? Реально такой. То ты же прокачал свой калибр. У меня еще много чего можно с ним сделать. Это психотерапия, там много с ними работаю. Ну так вот, понимаешь, и как только ты перестанешь так на это реагировать, стрессово, у тебя будет другая биохимия, другие действия. И вот идея в том, что сегодня предприниматели, которые на НСП приходят, они каждый день, каждый день встречают разные событийные потоки своего бизнеса, разную реальность. События, сотрудников, проблемы, возможности. И они сегодня с чем-то соглашаются. Это вызывает определенную биохимию, запускает определенные действия и дает им прирост 30%. У другого предпринимателя с другим калибром он встречает ту же реальность, с другими вещами соглашается, испытывает другую биохимию, иначе из-за этого действует и получает рост в 30 раз. Или в 10 раз. Мало сотрудников, да? Допустим. Как мост такой? Это хана, это жопа, бизнес умрет. Макс такой, можно сказать, да. Да, стресс, кортизол, замирание. Действие какая? Впасть в уныние, в депрессию, ничего не делать. Бизнес умер. Другой человек. Так, нет сотрудников. Ага. Наверное, я умру. Нет. Это крутая возможность. Да, это крутая возможность. Если у всех такая проблема с сотрудниками, значит, это возможность. Значит, я могу на этом этапе вырастить, потому что конкуренты тоже будут испытывать эту сложность. Биохимия какая? Приток, я не знаю, название эмоций, там, типа, ну, эмоции будут, вот такая там предвкушение, адреналин там, да, он такой, воу, запах крови на зубах, так, что сделать, комбинация сварить, маржинальность поднять, сотрудников перехантить, переждать, потом на этом выстрелить. Активность, зубастые нападения на рынок. Та же ситуация. Вот пример. И что определяет нашу действительность сегодня? Это то, с чем мы сегодня соглашаемся и с чем мы не соглашаемся. У нас зрители смотрят, у некоторых людей сейчас, вот просто кто нас смотрит, друзья, себя спросите, есть у вас сейчас в компании хотя бы один человек, который вас раздражает, который давно пора бы уволить, и вы до сих пор не уволили, много месяцев не увольняйте, много лет не увольняйте, потому что продолжайте соглашаться с тем, что, какой мысль, мост такой, это плохой сотрудник, я это знаю, мост такой, но завтра изменится. Нет, может быть, возникнуть, но он уже давно с нами работает. Он расстроится. Да. Или он изменится. Он изменится. Я верю, что он когда-нибудь изменится. Но вы ему дали уже 140 шансов, но он изменится. Мост такой, он изменится, биохимика какая, выдыхай. Экшн, какое действие, ничего не делали. Ничего не делали. Да. Продолжаем, завтра не дружу картину. И что я хочу, что делает НСП главным образом? НСП перепрошивает, на чем основана вот эта прошивка, это загруженная в твою голову прошивка, как в iPhone. iOS там какой-то. И у одного iOS, в котором определенные наборы согласий, а у другого, другой набор согласий. И то, почему ты сегодня зарабатываешь деньги, это потому что, ну, те, которые ты хочешь, потому что у тебя загружена прошивка с согласиями, которые приводят к текущим результатам. Как только ты перепрошвешь мозг на другую прошивку, и у тебя будут другие согласия, у тебя будут другие действия, другая биохимия, другие результаты. Какие возможные инструменты для перепрошивки? Их пять. Первое. испытания сильной боли. Эту прошивку мы называем ценность. Вот здесь вот, на этом слое, воздействуют на эту историю ценностей. У тебя один набор ценностей, у другого другой набор ценностей. Первое, что перепрошивает ценностей, это наличие сильной боли. Простой пример. Человек, который заболел смертельной болезнью, у него в одну секунду перепрошиваются ценности, и он начинает слогашаться с другими вещами автоматом. Он говорит, все это не важно, это важно, живут или иначе. Бизнесмен какой? Бизнесмен, который пережил лютый кассовый разрыв убытки и кидал его у партнеров. У него мгновенно перепрошиваются ценности. Так. Бизнесмен, который пережил какой-то лютый кризис. Боль. Любая боль перепрошивает ценностей. Настя, у меня такая девочка, которая не прошла дальше в декларации, она вылетела с четвертого занятия, четвертой встречи. Испытала ее, уверен, немалую боль от того, что она не прошла дальше. А ее боль была в том, что она компромиссы допускает сотрудниками из бизнеса. Ее боль, то есть цену, которую она заплатила, боль, вылет с проекта. Что теперь с ней? Она не соглашается с компромиссами. Она в тот же день написала мне сообщение, говорит, Миша, я посмотрю на свою команду и другими глазами. Я больше не готов их терпеть. Ребят, которые так плохо работают. Боль. Второе, учеба. Ты узнаешь новые смыслы, как сегодня. Ты вот узнал от меня смысл не как, а кто. Кто, а не как. Ты такой, о, прикольно. У тебя, хоп, у тебя ценностей слой перепрошелся, теперь ты будешь по-другому соглашаться. Раньше к тебе прилетала проблема, такой, так, как ее решить? Сейчас тебе будут прилетать проблемы, такой, так, как решить? Нет. Кто решать? Да. Биохимия, экшен, все, поехал. Учеба. Третья встреча аномалий, когда ты встречаешь какую-то аномалию сильную. Ну, допустим, ты сейчас встречаешь человека, который делает подкасты, мистер бист, для тебя это аномалия. Для предматри, это человек с доходом в 10 раз больше, который иначе рассуждает. Человек, который, вот сейчас если Макс встретит человека, у которого в текущей ситуации рынке труда цеховики получают 300 тысяч рублей, он прибыльный, маржинальный, он смог перестроиться, он скажет, да ну нет. У него два варианта, либо обесценить, либо перестроиться. Встреча аномалий. То есть нам всегда нужно контролировать, мы обесцениваем человека или нет? Да. Если обесцениваешь, значит, ты остаешься в старой прошивке. Твердое – это окружение, находясь в поле определенных людей. Если ты находишься в поле, как банки с огурцами, то ты сам станешь соленым огурцом, ты припрощешь себе ценностный слой. И пятая рефлексия. Пятая рефлексия, когда ты рассуждаешь, видишь, как правило, закономерности, как твои старые решения приводили к текущим проблемам, тоже это дает тебе возможность припрощить ценностный слой. Я тебе сейчас скажу то, о чем подумали, ну я думаю, процентов 80 людей, которые нас сейчас слушают, ну если я слушаю предпринимателя, они сейчас подумали, ну как я могу еще вырасти, как я могу себя еще прокачать, если я сейчас и так уже 24 на 7 работаю, и ну просто это невозможно, я впахиваю на 10 из 10. Нет шансов. Нет шансов, если ты продолжишь думать, что твой рычаг — это количество часов, а не количество качественно принятых решений. На одном этапе ты растешь через количество нагрузки. Кому-то реально стоит из зрителей просто пойти работать, перестать балбисничать, пойти заняться бизнесом. Ну как бы в плане, что у них есть бизнес, но они как бы должны взять за ним ответственность и пойти заниматься им, маленьким предпринимателем. А кому-то, кто уже там давно в шахте сидит, уже 10 лет, надо понять, что нахождение в шахте не мультиплицирует бизнес 10 раз дальше. Надо теперь изменить. То есть то, что на каком-то этапе нас делают сильными, теперь начинают убивать. Мы должны теперь думать про решение на новом этапе, что теперь есть уже люди, которые могут в шахте съесть. Ну у нас мини-разбор получился, на самом деле. Мне очень понравилось, прям я сам зажегся. Топ-5 вещей, которые ты хочешь сделать для старости, самое фантастическое. Я очень хочу построить яхту свою, чтобы там с внуками на серфинге кататься. Ну и даст бог детьми тоже успеть. Я хочу промасштабировать проект к старости, проект поколения моего с детьми, который у меня вот есть детский проект со школьниками. Я взял группу 20 детей и пообещал их качать 10 лет. И задача проектов, чтобы они в 25 лет поняли то, что я пойму только в 35. И подарить им 10 лет жизни, опыта. И они дают клятву, что они бесплатно занимаются, но они в 25 лет берут себе тоже группу школьников. Я хочу старостью увидеть там 7-8 поколение, группу, которая так вот придает опыт. Вот. Это второе. Третье. Ну если меньше, ничего страшного. У меня есть амбиции. Я бы хотел, наверное, как-то быть причастным к росту экономики нашей страны. Ну чтобы где-то там как-то, может быть, хотя бы я бы понимал, что на что-то я повлиял. Там где-то там, может мой совет пригодился кому-то. Может где-то кого-то вдохновил, кому что-то подсказал. Вот. Где-то просто какую-то массу людей качнул, поэтому мне это зажигает. Я бы хотел с моей женой полететь в кругосветное путешествие по отелям Four Season. Ну я думаю, это не осталось. Это в целом. Есть такой тур. У Four Season отеля есть. Это, честно говоря, в этом году будет. Нет, в этом не будет. Все очень красиво. Ну не знаю, пока не помировали. Короче, это когда на отдельном самолете ты покупаешь тур такой, он очень дорого стоит. И ты по миру летишь, короче, кругосветку, по-моему, миллион долларов стоит. Очень дешевый тур, да. Ну типа это там очень долго. Это на одного человека? По-моему, на пару. По-моему, на пару, да. И типа как бы ты в лучших номерах Four Season по миру путешествуешь, еще на самолете летишь, и тебя покажут культуру, кухню, ресторан топовый. Ну короче, прикольный опыт. Я бы хотел такой пустить. Ну и пятое, пусть будет. Я бы хотел, чтобы меня в старости как можно меньше вспоминали дети на сеансах психотерапии. Все равно будут вспоминать. Мне кажется, это будут. Но чтобы они сказали, блин, ну мы, короче, по минималке прошлись. Батя, конечно, козлина, но по минималке. Поэтому дети, если вы взрослый, смотрите это видео, а я уже старый. Я знаю, что ожидал услышать, учитывая, что ты сейчас английский маньячишь, выход на международный уровень. Это как богатство, Ну типа... Ну как цель себе не ставишь. Ну сейчас я в августе еду на экскурсию в Африку. Мне кажется, что активно растет рынок Африки. И я хочу... У меня там будет 7 дней, по-моему, 7 дней, 3 страны или 4 страны разных посетить, пообщаться с предпринимателями и понять, как рынок плывет. Просто для общего развития. Там будет понятно видно. Но английский я учусь в целом, мне кажется, это хорошая история Ну да, чтобы опыт был не только предпринимательские знания. Да, да. Ну кругозор там. А там как получится, не знаю. Пока мне в России все понятно, что делать и еще тут потенциал непаханное поле. Катя, ну мы с тобой уже предварительно пообщались, но сейчас вот под камерой. Большое спасибо, что пришла, нашла время. Мне кажется, что твое участие, оно поможет раскрыть, во-первых, Мишу с каких-то других сторон, а во-вторых, поможет более четко понять, как у вас выстроены отношения. И это очень будет интересно для многих зрителей. Вот большое спасибо, что пришла. Спасибо, что меня пригласили. Первый мой вопрос. Были ли у тебя сложности или недопонимания с Михаилом из-за его амбиций, особенно в начале, когда он работал сильно больше? Ну мы когда поженились, у меня тоже, у меня была школа танцев, я преподавала, то есть у меня не было особо такого, что я там сидела дома, ничего не делала и там страдала, ждала Мишу. А потом как раз таки, когда мы начали планировать там первого ребенка, я сказала, ну все, я уже наработалась, но я достаточно реально наработалась, потому что я преподаю там с раннего возраста. И Миша говорит, ну все, сейчас ты, наверное, уже можешь не работать. И вот тогда был период, когда я немножко подвыносила ему мозг, я сейчас это понимаю, потому что я реально целыми днями сидела дома и ждала Мишу, когда он придет с работы. Когда он приходил, я говорила, Миша, ну что, мы куда-нибудь пойдем? Он на меня смотрел, говорил, куда мы пойдем? Я только что пришел. А было ли такое, что какие-то женщины оказывали знаки внимания Миши? Да, слушай, конечно, это постоянно происходит, потому что Миша публичный человек, он такая, знаешь, ну как бы, ну мне кажется, что в Мишу тяжело не влюбиться или хотя бы не испытывать к нему какую-то симпатию, вот, потому что он красивый, он успешный, он хорошо говорит и так далее. И даже на последнем, был последний выпускной НСП, я приехала к Мише, и он мне говорит, блин, прикинь, я сейчас фотографировался, ну там подходили фотографироваться, говорит, и блондинка ко мне подошла, говорит, такая сильно пьяная, говорит, я с ней фотографируюсь, она мне на ухо шепчет, Михаил, я вас влюблена, что мне делать? И потом мы с Мишей пересматриваем фотки, нам кидают фотографии с НСП, и я вижу эту фотку. Я говорю, Миша, хорошо, что ты мне сказал, мне все рассказывать. Я ее пробила сейчас. Нет, нет. Нашла все ее данные. Нет, нет, мне кажется, это вообще полная глупость. Женщина этим не должна заниматься. Пришлось ли чем-то жертвовать ради успеха Михаила или построения семьи с ним? Не знаю, мне кажется, то, что происходит, это то, о чем, не знаю, мечтает, я не знаю, мечты всех девушек, но мне кажется, это, знаешь, такая картина наиболее того, что девушка бы, наверное, хотела, чтобы она была там умница, красавица, чтобы у нее был красивый молодой мужчина, с которым бы они прошли этот путь с самого начала, который был бы успешен, ее любил, у них было бы много детей. Не знаю, наверное, в моей картине мира нет. Нас часто спрашивают, ой, у вас такая классная семья, вот расскажите там про свои семьи, вы же, наверное, вот там скопировали то, что вы видели такую модель, и поэтому у вас вот такая модель. А у нас, Миша, наоборот, наверное, был такой бунт против того, что было немножко в наших семьях, вот, и он со мной делился, что он еще в детстве, да, там, в юношестве пообещал, видя там модель в своей семье, которая там не очень была ну, нет, все было хорошо, и он вырос отличным человеком, но, наверное, не то, что он бы хотел скопировать для себя, вот, поэтому у него было уже определенное представление того, как бы он хотел видеть свою семью, как бы он хотел относиться к своей женщине. Можешь более подробно рассказать про вклад Михаила и про свой вклад? Я его тыл, как бы это, знаешь, так шаблона не звучало. У Миши есть все равно, знаешь, у каждого человека есть то, какое он на людях, тем более, если это человек публичный, и он много говорит на камере, много выступает, его образ, его вот эта вот картинка, то, что все видят, и есть то, какой это настоящий человек со своими проблемами, слабостями, со своими какими-то негативными эмоциями и так далее. И на всех этих этапах, то есть я вижу и то, и то. И я всегда с ним. Я его поддерживаю, мы с ним всегда вместе все обсуждаем. Он со мной делится самым сокровенным, он со мной. Он со мной, мы сейчас, ну, как бы к этому идем, приходим, и мужчинам в этом, знаешь, трудно раскрываться и признаваться, что мужчина может быть слабый, мужчина может плакать, мужчина может быть не в настроении, мужчина может, который сильный и на коне может сказать, блин, а я вообще ничего не хочу, ничего не хочу делать, я хочу лечь и лежать неделю. Я с ним, я его принимаю, я его направляю, я ему говорю, Миш, да, тут окей, а тут там нет, что-то немножко не туда. Я знаю, что Миша тебе часто дарит подарки, было ли такое, что ты когда-то была недовольна своим подарком и высказывала это, Михаил? Мне кажется, это даже звучит ужасно, ну, как бы, это форма, как можно быть недовольной подарком и высказывать. Ну, да, я просто так вопрос задал, мне кажется, что он мне что-то подарил, а я бы, наверное, хотела бы что-то другое, конечно, было. Поэтому я ему всегда говорю, Мишан, я очень люблю сюрпризы, но давай мы выберем пять позиций, от которых я буду в полном восторге, ты выберешь одну из пяти, и это будет мой сюрприз. То есть ты ему вишлист готовишься? Да, да, потому что... Можешь рассказать про ситуацию, когда ты ему не подготовила вишлист и было все плохо? Ну, недавно он же даже, по-моему, писал про эту ситуацию, что у нас была вот сейчас годовщина, восемь лет со дня свадьбы у нас было, я хотела сумку, вот, я ему намекала, и он мне как бы намекал в ответ, что да, да, я понимаю твой намек. Как ты намекала? Ну, я ему говорю, Мишаня... Сумку кидала, купи, пожалуйста. Нет, ну, он знает, что я собираю коллекцию сумок, а я говорю, Мишаня, говорю, вот что... А что за сумка? Нет, я правда не знаю, что за сумка. Эрмия. Эрмия. Виркин. Виркин, Келли. Вот, и я говорю, Мишаня, что-то вот в прошлом, в прошлом, там, в прошлом году, типа, ты дарил мне сумки чаще. Говорю, вот давно, типа, давно не было новых сумок. Он такой, да, да, давно не было новых сумок. Ну, как бы, я понимала, что новая сумка будет скоро. Вот. Дата близилась, да? Да. И я спускаюсь вниз, он такой, ну, все-все, давай мы тебя ждем в день свадьбы. Я спускаюсь, распечатываю эту коробку и понимаю, что, ну, сумка не та, которую я бы хотела. Ну, естественно, я ему сказала, говорю, Миш, спасибо тебе большое. Не тот бренд или? Ну, не тот цвет, который я хотела. Не тот цвет, который я хотела. Как он мог про цвет догадаться? Ну, он мог у меня спросить, но он, видишь, у него была другая, у него была другая теория. Вот. И, естественно, я была рада и счастлива получить эту сумку, но он как бы понял, наверное, что обычно, ну, мне трудно, так как мы супер хорошо друг друга давно знаем, мы не можем, знаешь, даже если я тебе буду засидеть так и улыбаться, ты будешь понимать, что, ну, как, Катя, ну, все нормально, все окей, то есть ты уже это чувствуешь на уровне эмоциональном. Вот. И он потом днем уже у меня спросил, говорит, Катя, тебе сумка точно зашла? А мы с ним говорили про то, что мы хотим вообще, в принципе, поднять уровень честности в наших отношениях на супер, там, тотальный уровень, и даже если какая-то правда неприятная, то лучше все равно сказать, потому что мы знаем, что мы говорим это друг другу от любви, а не для того, что там задеть или обидеть. Вот. И я говорю, ну, говорю, Миша мне понравилась, говорю, ну, я на самом деле другого цвета хотела. И я видела, что ему было это не супер приятно. Вот. Но я пошла с ним в честность, потому что я могла бы, конечно, сыграть, сказать, Миш, да нет, все окей, все хорошо, это то, что я хотела и то, о чем я мечтала. Но я понимала, что, ну, это нечестно будет и по отношению к себе, и по отношению к нему. И я, как бы, решила сказать правду. Он говорит, ну, все, давай, типа, поменяем сейчас там, договоримся, что-то сделаем, чтобы вот была та, от которой ты реально кайфанешь. Вот. И сейчас у меня та, от которой я реально кайфую. И я потом еще раз Мишу благодарила и благодарю каждый раз. А было ли такое, что Миша не понравился твой подарок? Было вот то, что я купила его собачке, ошейник очень дорогой, который я там искала. Опять же, мы там заказывали, он стоил как пять наших собачек. И когда ошейник приехал, Миша сказал, блин, какой-то гейский ошейник. Он мне не нравится. Я говорю, гейский ошейник? Давай сюда, я его буду сама носить, раз он гейский. Первый день съемок. Мы сейчас записываем то, что, по идее, будет показываться в конце выпуска. Я не знаю, как это будет прежде, Суре. И будет странно начать наше общение без какой-то водной части. Можешь сказать, как вы сегодня провели день? Я, насколько я знаю, у вас один день в месяц, когда вы проводите его вместе. Вот почему это важно и как вы себя сегодня чувствуете? Фишка в том, что Катя, короче, когда я выступаю, она сидит в зале и она так смотрит, как никто на меня не смотрит. То есть это реально момент, когда... Тебя это поддерживает? Это не просто поддерживает. То есть она смотрит так, я не буду сейчас моряк, она смотрит. Но я чувствую уже боком, что именно так. Она смотрит, я чувствую себя, как будто, знаешь, ко мне была подключена какая-то обычная электролиния от местного ЖЭКа от Радного. А когда она садится в зал, как будто это выключает штекер и подключает напрямую от уранового реактора оптоволокнотом, да, и по нему вкач идет. И, ну, то есть если посмотреть на мои самые легендарные выступления, они все были тогда, когда Катя была в зал. Про разборы или... Не важно. Просто если я на сцене, если я что-то вещаю, выступаю, если она в зале, она сидит с краю, но она так смотрит, что, блин, нет шансов не быть миллиардером. Ноль шансов, да. Я пока не миллиардер, очень хотелось бы им стать. Вот. Но это энергия. Станешь. Нет шанса не стать, да. И я подумал, что если я проведу целый день так, с такой энергией? И я предложил, говорю, прикольно было провести целый день со мной. И она провела. И она говорит, было бы классно, чтобы ты то же самое сделал со мной. И сама целый день провел. И после этого мы придумали такую традицию, что у нас в расписании, мы заранее договоримся, каждый месяц есть один день, когда она с утра до вечера со мной проводит все мои дела, встречи. То есть я могу прожить свой обычный день. И такой же день один я провожу с Катей. Вот сегодняшний день у нас, это когда я с ней... То есть два дня получается даже в месяц. Ну, то есть... Да-да-да, полных. Но только как бы кто-то из нас в таком пассивном режиме, условно, да, как бы он следует follow, да, а второй как бы проводится обычный день. Вот очень плавно получилось подобраться к первому вопросу. Прям очень круто получилось. Обязательно ли нужна женщина, чтобы начать круто зарабатывать? Я знаю, что сейчас в поле, в Ютубе есть разные истории. И на самом деле они крайне популистские, на мой взгляд. Там, да, когда люди топятся то, что мужик только главный, женщина должна обслуживать его интересы. Есть люди, которые там пропагандируют, надо быть фри, там, да, как бы жить, как хочу, кайфовать. И у них есть история успеха, да, как бы они классно зарабатывают, они большие бизнесы делают. Но моя философия жизненная такая, если посмотреть исторически, то мне как-то отвлекается, что за любым великим мужчиной стоит великая женщина. И для меня вот сам такого подросткового возраста была такая прям идеальная картинка, что я хочу найти женщину, которую я буду суперлюбить, которую я буду восхищаться, которую я буду делиться всем, что у меня есть. Мы будем единым целым и вот в этой команде расти. Поэтому моя философия, и я считаю, дорогие предприниматели, мужчины, я знаю, что у меня много аудитории мужчин, нас может смотреть много мужчин, я отвечаю, что если вы верны своей жене, если вы о ней заботитесь, если вы ухаживаете классно, то вам гораздо легче расти. Гораздо легче. Катя, а ты что про это думаешь? Видишь, у меня небольшой опыт, у меня великий мужчина, и я с ним, поэтому как по-другому, я не знаю. Когда тебе было 16 лет, вы познакомились, по-моему, да? Ну, слушай, нет, мы знакомы вообще-то, наверное, лет с 10-11, ну, как знакомы, то есть мы были в поле друг с другом, были соперниками по балльным танцам и танцевали в разных парах, да, но по одной возрастной категории. Я Мишу на год младше, но у меня партнеры всегда были Миша как раз возраста на год старше. Катя высокая, и она вынуждена танцевать с ребятами постарше. Да, вот, а уже в паре мы начали танцевать, когда мне было 16, Миша 18, вот, встречаться еще попозже. Мне повезло, что мне удалось к какой-то степени там добиться успеха, да, финансово, там, в жизни, и мне кажется, что классно, что мы прошли этот путь вместе и проходим путь вместе. То есть, мы с Катей вместе ездили на Ниве, моей первой машине, которую дедушку подарил. Мы ездили, наверное, на Логане, мы прошли там все фазы, как бы, квартир, там, от съемных до собственных, потом снова съемных, там, больших домов. И мы видели, то есть, мы делили всю дичь вместе. Мы были классными друзьями, да, сначала, потом начали встречаться, но так мы сейчас можем другу что-то рассказать, сокровенно и глубокое. Мы не сразу так делали. Это был постепенный градиент. У нас прикольно было то, что мы как раз, когда были друзьями, это была такая, знаешь, безопасная территория. И я Миша говорила, Миш, ну вот сколько ты обо мне знаешь, мой муж обо мне, наверное, столько никогда знать не будет. Ну, потому что, наверное, я ему не смогу вот так вот открыться глубоко, как ты можешь рассказать типа своему другу. И поэтому у нас вот, ну, так как с дружбой началась, была вот эта вот, глубина, и ты уже понимал, что, ну, типа, родной человек. А с дружбой началось, потому что кто-то был во френд-зоне, или это изначально было со стороны обеих стран? Ну, мы когда встали в пару, у меня были серьезные отношения, такие продолжительные, прям, ну, как бы, прям супер серьезные. вот, поэтому у Миши там тоже были какие-то, ну, девушки. Вначале были серьезные отношения, там были девушки, да. Про эту историю мы тоже поговорим. Да, и, собственно говоря, поэтому мы танцевали, общались, и вот у нас дружба была. И поэтому мы как-то не рассматривали этот вариант сразу, но мы были очень близки, мы были супер друзьями, вот, пока однажды мы не съездили в поездку, и там все завертелось. Да. Что-то случилось, да, в тот момент? Все случилось, да. Ну, то есть, мы просто, как бы, на самом деле у нас не очень много было денег, а мы ночевали, как бы, мы ездили с самыми чиповыми авиарейсами, ночевали в самых недорогих отелях, но и, как правило, дешевле снять, как бы, один номер, а не два. И мы снимали всегда один номер, но всегда просили двуспальные, ну, разноспальные кровати, как бы, и спали отдельно. Так. А там была двуспальная кровать, и как-то, короче, так было классно, и винчика выпили, и вообще... Лимончелло. Лимончелло выпили, да. А вы до этого не встречались? Не, не, это просто, как бы, это было в Вене, в Австрии. И забавно, что это для нас такой город, очень связанный с семьей, потому что там у нас начались, можно сказать, отношения, и в этом же городе мы узнали про то, что мы будем родителями. Мы были в поездке по Европе, когда уже поженились, и как раз Катя сказала мне, когда мы Вену проезжали, важные практики, чтобы твой муж точно стал миллионером, вот посылать ему лучшие энергии, как это делать правильно? Вот как это делаешь ты? Не знаю, мне кажется, что ключевое, что я реально Мишу люблю. Мое предложение такое, я могу про сейчас сказать какие-то аспекты того, что Катя делает, прям действий, и предложить девушку, которую она смотрит, или женам, просто взять себе челлендж, коммитмент там на 30-90 дней и просто начать это делать. И смотреть, как бы, на то, что меняется с ними, и как меняется их мужчина. Первое, Катя меня не пилит. Второе, я сейчас прям буду разрозненно говорить, я безумно кайфую, когда мы едем в машине, Катя сидит рядом, и она просто ни с того ни сего вот так мне кладет руку на ногу. Вот она просто, ее рука всегда, покажи, как это выглядит. Типа, да. Просто я иду за рулем, у меня вот так держит рука моей жены. Тут нет какого-то сексуального подтекста, то есть она типа не начинает меня там гладить, возбуждать, хотя такое тоже бывает. Не, ну немного есть. Ну, конечно, я все время возбуждаюсь, но как бы идея в том, что она так делает постоянно. И там я встречался до Кати с девчонками, да, и они так не делали. И когда мы начали качать встречаться, мы впервые поехали на машине, и она так положила руку, и я такой, вот это пушка. Реально, это был момент, когда я понял, что я буду с ней. Третье, просто начните вечером, я там в дотку поигрываю, там, вечерком, да, за компом, она там мне регулярно какой-то там бутер принесет, чаек нальет, просто без спроса. арбузик порежет. Но такой момент, такой деталь. Мужику много, да сейчас не надо. Что там, мозги не пили, дай в доту поиграть, арбуз принеси, все, он уже счастлив, ручку положи там, сексом классно позанимайся, все будет зашибись. Она охренительно за собой следит. Вот, я считаю, что, блин, что бы кто ни говорил, мужики любят глазами. Ну так, нет? Конечно. Мужики, вот те, я хотел с тобой поговорить. Вот скажите мне честно, сейчас, соцопрос, раз, два, очень важна, чтобы было круто в отношении. У нас шесть из шести, 7, 8. 8. Статистика 100%. Катя голосует? Да. Это еще очень, это не, это еще очень сильно влияет на состояние самой женщины. То, как она себя транслирует, то, как она себя чувствует, то, как мужчина ее видит. Это не просто вот кукла, одна вот там накрашенная, другая накрашенная, они одинаковые. Это очень сильно влияет на энергию женщины, на ее подачу. Кто, наверное, за нами следит, вы знаете, что у нас у первого ребенка, Елисея, у нас был серьезный очень порог сердца, вот, и ему требовалась после рождения операция. Вот, и мы полетели в Германию, вот, и тогда у нас не было, как бы, таких возможностей, как сейчас. В Германии я жила одна, моему ребенку был месяц, Миша был в Москве, потому что надо было зарабатывать деньги. У меня не было, как бы, я была в незнакомой стране с новорожденным ребенком, с которым я ездила в больницу, с которым я потом была в квартире после операции на открытом сердце, ну, и, как бы, я хорошо выглядела, я успевала и в квартире в этой прибраться, и еду приготовить, и с ребенком съездить, и голову помыть. Это вопрос приоритета, ну, как бы, насколько тебе это важно, и насколько ты готов найти возможность, и насколько ты готов свесить лапки и сказать, ну, мне там тяжело, я не успеваю, и так далее. Это вопрос чисто приоритета. Ну, вот это мое мнение. Понятное дело, что мне сейчас, ну, как бы легче, у меня сейчас, да, спасибо большое, что у меня там такие сейчас условия, и что у меня, ну, как бы, действительно, это все происходит в комфорте. В одном интервью своем Иван Абрамов, можно знаешь, стендап-комик, он сказал, что он бы расстался со своей женой, или, возможно, сказал, что хуже бы на нее смотрел, если бы она себя запустила. Его прям очень жестко осудили все. Вот, как ты относишься вот к этому его высказывания? Ну, для меня это недопустимая история, неухоженность. Я требую, как бы, и от своей жены, и от себя. То есть, ну, для меня ненормально, если я воняю потом, если там, я не знаю, там, сальная башка, там, воняет изо рта. Ну, то есть, у меня высокая планка требовательности к собственному внешнему виду. И, ну, мне кажется, что это, ну, я не требую там, чтобы она в вечернем патте ходила каждый день. Ну, типа, классно выглядит, мне кажется, здорово. Тоже самое. Тебя сейчас захотят. Пожалуйста. Ну, типа, это моя позиция. Ну, типа, мы с Катей про это говорим. Мне кажется, что это еще, ну, как бы, действительно... Страшно неухоженные женщины это проблема. Реально. Вам нужно разобраться с собой женщины. Если вы за собой не следите, пожалуйста, значит, следите. Иначе у вас не будет нормальных отношений. Это, вот, 8 мужиков сказали, статистика. Давайте прямо в комментарии. Мужики, пожалуйста, напишите в комментариях. Если вы считаете, что ухоженность женщины это важный пункт для того, чтобы вам было лучше в отношении, чтобы вы были более счастливыми, напишите там. Я считаю, что женщины будут ухоженными. Как ваша семья переживает такие тяжелые события? Я вот знаю, что у вас недавно была ситуация, когда у вас 61 миллион рублей попытались забрать, мошенники украсть. Да, да. Вот, как вы это обсуждали в кругу семьи? Что происходило? Мы такие, для чего нам дана эта ситуация? На что вы должны обратить внимание? Что мы выпускаем из поля? И что нам этим хочет сказать Вселенная? Типичная московская семья сразу так начинает рассуждать, когда 60 миллионов потеряли. Типичная осознанность. Ну, мы не потеряли, мы их сейчас ждем, они вернутся через год. Ну да, я знаю. На самом деле была крутая ситуация, потому что сначала это была такая, ну, как-то безысходность. А потом пришло такое смирение, и Миша гулял утром в парке. И он приходит и говорит, ты знаешь, Катя, вот, ну, еще было непонятно, вернутся эти деньги, не вернутся. Он говорит, я вот понял, что все, ну, как бы эти деньги не вернутся. И я такой, ну, да, на эти 61 миллион я рассчитывал. Мы рассчитывали. Да, мы рассчитывали. И теперь нужно эти 61 миллион сверху к тому, что я уже зарабатываю, заработать. И я думала, как это сделать, и придумал. Это же круто. Потому что 61 миллион ушли один раз, а если ты придумал, как их заработать, ты можешь это делать ежемесячно. Вот я думаю, наши зрители, они могут быть не в контексте, что вообще за ситуация. Миша, вот можешь рассказать про эту историю и потом рассказать, вот что ты чувствовал в тот момент, когда она произошла? У меня со счета списали, ну, было так. Мы сейчас продаем нашу квартиру, на текущий момент мы ее продаем. И покупатель, который рассматривал покупки сделку, он решил пробить нас по всем, ну, как бы, нет ли судимости, там, какие-то проблемы, ну, базовая процедура. И он пишет, а вот у вас там, типа, есть дело у приставов. Что за дело? Я не знаю про дело. Ну, посмотрите, скидывают номер, мы заходим, там, и у меня на меня висит иск, по которому арбитражный суд определил, что я должен какой-то женщине оглы, там, какой-то из Краснодара 61 миллион рублей. И я такой, я пытаюсь найти дело, мы там переходим в суд, они говорят, дело утеряно, мы такие, ну, какой-то сюр какой-то причем начинается. Я просто такой, ну, бред, суд, суд, приставы, вряд ли кто-то хочет украсть, ну, как бы, это же судебная система, там уже все видно, кто подпись оставил. Это же не просто тебя из сумки достали на вокзале ушел кто-то. И вот мы находим дело, по которому такая там тупая ситуация, короче, взяли мошенники, помощник судьи, взял дело, по которому ЖЭК какой-то Черемышкинский район судится с мужиком, что тот незаконно дверь в подъезде поставил на лестящей клетке. И дело проиграло, естественно, ЖЭК выиграл. И к этому делу оно уже резистерированно подшивается лист, по которому я какую-то мадам должен 60 миллионов рублей, потому что я в 18-м году у нее взял в долг и до сих пор не вернул и пропал с радаров. Я вообще никого не знаю, кто такая. У меня в то время, в том году не было таких денег даже на руках, чтобы понимать. Вот это сфера. Мы не брали никогда никого в долг. Да, никогда. Я брал кредиты, но я не брал в долг такие, тем более такие суммы. Ну, как бы это, у папы брал когда-то давно там немножко. Ну, вот. все там подписывается. Дело, что рассмотрено, я должен вернуть деньги, плюс пение миллион 800, 61 800. Я такой, ну ладно, юристы, разберитесь, ну как бы суд, там надо поехать, писать, что это не мы, как бы ошибка какая-то. Там мы едем к суд, они говорят, я тебе к приставам, мы едем к приставам, они говорят, да, вам нужно типа возновление дела. И на следующий день деньги списывают с отсчетом. То есть, как только мы приехали к приставам, пристав оказались замешаны в теме, в этой движухе. Вот. И вы можете к суде с приставами, там схематоз какой-то, короче. Как думаешь, почему именно тебя выбрали? Или это случайно? А, еще раз, интересно. Вот. Потом, через сутки они улетают уже дальше в Краснодар. И вот мы успели их поймать в Краснодаре уже на счету ИПшника, куда они упали, вот этой женщины. И возбудили дело, там ФСБ, короче, жестко. И вот в итоге, насколько мне известно, сейчас счет арестован. Деньги пока мне вернулись, но вот надо ждать там, пока идет следствие, пока по закону идет следствие, это улика, нельзя деньги вернуть. Надеюсь, что получится пораньше как-то сделать. Допускаешь ли ты, что ребята, которые полностью концентрируются на своей работе, у которых нет личной жизни, они могут быть более успешными, им это будет легче этого достичь, чем ребята, у которых есть жена. Я считаю, нет шансов. Но моя позиция, что если ты не занимаешься личной жизнью, ты в бизнесе будешь не супер успешным. Потому что есть такой понятие, как гармония, как баланс. И это как типа, ну для меня лично наличие классной раскачанной речки личной жизни, глубокой, теплой, любящей, это такой же важный ингредиент успеха, как и наличие классного здоровья, собственного энергии, состояния. Вот. Наверное, слушай, я думаю, что ребята, которые хейтят девчонок, и которые не очень довольны моей концепцией, наверное, имели ожог в жизни. Ожог, который, где их использовали. И, конечно же, есть такое, наверное, чувство мести и несправедливости, что нужно типа как-то, раз такой ожог, типа буду жить теперь по-другому. Типа все только себе. И мне кажется, что эти люди в какой-то степени проживают важный и нужный этап их жизни, трансформацией. Потому что если ты не научишься защищать собственные границы, если ты не научишься ценить себя, вот я, по-моему, говорил такую вещь однажды, мы с Катей обсуждали, здоровый уровень любви к себе, к себе, это любить себя так, как ты любишь самого любимого человека в жизни. Я отношусь к тому, что формулировка «все что-то там» некорректна. Что если человек говорит, что «все там такие» или «все сякие», ну, для меня это такой акт некой неосознанности. Да, переформулируем большинство. Да, большинство, допустим, да, это уже лучше. Наверное, да. Наверное, да, потому что в моем окружении, ну, успешно-состоятельных мужчин, большинство из них семейные, женатые, ну, львиная доля изменяет. Львиная доля изменяет. Вот. Мне кажется, это проблема. Мне кажется, это проблема, что человек слаб на передок. Как можно с этим работать? Есть ли какие-то мысли? Осознанность. Ну, типа, ну, как бы... Возможно, разнообразие какое-то в отношениях. Не знаю, может, что у вас есть какие-то практики. Ну, да, и так. Я считаю, что работа над сексом нужна в паре. То есть, это не должно быть темой табу. Там, я супер доволен этой областью нашей, сказать, и жизни семейной. При этом, мы реально сейчас буквально на днях обсуждали, что мы планируем пойти эту тему изучать более глубоко. Ну, как бы, типа, нас этому не учат с детства, там, в школах, там, понимаешь. И там наверняка есть какие-то свои там особенности, фишки, приемы, там физиология. И мы с них хотим пойти прям в эту тему изучать там какие-то, может, курсы, не курсы там. То есть, мне кажется, это классный опыт. Вот. И над ними работать, чтобы в отношениях было все здорово. Вот. Чем на сторону заглядываться. Я искренне хочу, чтобы в стране было как можно больше счастливых пар. Потому что, ну, я там за бизнес, предпринимателей, на примере, да. И мне кажется, что во многом предпринимателей теряют очень много энергии на том, что они в отношениях сливают ее. Они там ее хотя бы, хотя бы не накапливают, хотя бы не теряют, чтобы потом реализировать ее в бизнесе. И поэтому спасибо, что там миру, что у меня есть такой опыт, который я переживаю с Катей. Но мне кажется, что можно попробовать его как-то выкристаллизовать и им поделиться. Поэтому для меня сегодняшнее интервью, в первую очередь, это моя попытка, ну, для меня, это моя попытка вдохновить семейные пары или недавно образующиеся пары или сформирующиеся пары или пока одиноких людей на то, что может быть иначе. Что может быть иначе. Что можно не изменять. Что можно этим не гордиться и не кичиться. Что можно уважать женщину. Что можно заботиться о ней, боготворить ее, ологинить ее так же. Что можно в нее вкладываться подарками и не жалеть сил, денег. Там это все вернется тысячекратно. И как бы там рилсики, инстаграмчики это все не стебали, не угорали тем, что там я денежное дерево поливала, а ты типа там деньги зарабатывал, да. Ну как бы блин. Важно очень понять, что энергообмен есть. И единственное, что где можно обосраться, вот надо, невозможно обосраться на уровне вклада в женщину, мне кажется. нету такого типа я слишком задарил ее подарками. Если там отношения гармоничные и это из любви, это не из покупки любви идет, типа я пытаюсь с деньгами купить ее, да. А это просто как бы идет, хочется порадовать. Ну вот Катюша вчера там позавчера разбил айфон. Он такой, блин, ну я знаю, как меня раздражает, когда у меня айфон битый. Я говорю, пошли айфон тебе купим сегодня новый. Пошли сегодня купили новый айфон. Она говорит, дай починить. Говорю, ну потеря герметичный, не сможешь ни на бассейне еще окунуться. Пошли купили айфон. Можно себе позволить купить новый айфон. Ну такое, просто там изнутри шло, просто из заботы, чтобы ей было классно. Где нельзя посраться? На уровне ценностей. Вот. Как бы все вот эти проблемы. То есть, если женщина не ценит, а ты вкладываешься, ты отдаешься, или наоборот, мужчина не ценит, ты, скорее всего, обожался не тем, что ты вкладывался, а тем, что ты не того взял, как сотрудником. Я сотрудника учил, я сотруднику помогал, я ему давал, лиды давал, помогал, а он ничего не делает. Ну так, может, проблема не только в том, что ты что-то не то делаешь, может, ты не того взял? Но прежде чем... Опять мы приходим к тому, что нужно найти... Но прежде чем судить, того ли я взял или нет, сначала проверь, что ты сам сделал все, что ты мог. Потому что есть такая тема, что очень легко сейчас сказать, а, понятно все, да, у меня у партнера проблемы. Ты на себя посмотри сначала. Ты себя заулынь, поживи с этим, посмотри, реакция есть, отдача. Что-то просыпается, поливай свое семя, оно выросло в баобаб, или оно вообще не реагирует, мертвое. Там уже принимай решение. А у тебя было такое в компании, что ты очень жестко вкладывался в сотрудника, вы много лет вместе работали, а он потом в ненужный момент уходил и предавал тебе? Конечно. Конечно. Много раз. Я думаю, что многие могут как раз это спроектировать и на семейную жизнь. Может быть, да. Ну, то есть... Ну, еще раз. У меня позиция в компании такая. Лучше всех качать, и кто-то уйдет, чем никого не качать, и все останутся. Выпишите все, что вам не нравится в вашем половинке. Вот все претензии выпиши. А потом себя спроси. А я вот это все не убрал из себя? Потому что это зеркало. Ты такой, моя жена мне ничего не дает, а ты ее не даешь? Моя жена не богиня в сексе, а ты как? Скорострельчик? Без душа? 15 секунд и все? И спать? Ну, а с чего ей будете стараться? Если ты так делаешь уже 10 лет. Моя жена не хочет проявляться. А может, ты гасишь этим? Может, ты не помогаешь ей проявляться? Моя жена неинтересная, а ты с ней интересный. Ты вдохновляешь ее быть интересным. Своим примером. Или только претензии кидаешь. Моя жена вечно меня пилит. А ты не ходишь и пилишь? За глаза. С мужиками в бане обсуждаешь, какая у тебя жена дура. Это моя позиция. Бывало ли такое, что кто-то при тебе говорил что-то плохое про Катю? И как ты реагировал? Да, жестко. Резко. Короче, если что, ты можешь ударить. Ну, я думаю, что да. Ну, как это? Ну, не было президентов. Ну, чтобы было понимание, у меня мой папа был против нашей папы. Он не одобрил. Изначально мое решение с Катей строить отношения второй раз. И тем более не одобрил мое решение жениться. И я с отцом полгода не разговаривал до свадьбы. У меня было ноль слов сказано с папой полгода до свадьбы. Мы жили в одной квартире, не разговаривали. Я приходил поздно ночью специально, чтобы его уже не видеть. Рахотил я рано утром, чтобы его не видеть. Просто работал. И потом на свадьбу мне искал в тост. Говорит, типа, я вижу, что ты как волчара бился за твою жену. Типа, респект. Поэтому, что же там говорить про каких-то людей третьих лиц, когда я с отцом готов был не общаться вообще всю жизнь, если он не примет мое решение. У меня есть предложение. Я знаю, что по-любому это интервью будут смотреть люди, которые пока одиноки. Вот, поэтому у меня предложение устроить массовый тиндер в комментариях. Как тебе идея? Супер идея, слушай. Да, я предлагаю сделать два сообщения от нас, где будет ветка анкеты, типа, ссылки на мужчин и ссылки на женщин. И там можно будет указать свои контактные данные, может быть, и... Я бы, наверное, контакт в телефон не указывал, ссылку там на запрещенную Телеграм. Запрещенную социальную сеть, например, на Инстаграм, чтобы можно было зайти там в директ написать. В общем, если вы открыты к отношениям и вы ищете... То есть, знаете так, я предлагаю, чтобы вы туда писали не просто сексом позаниматься, а вот те, кто действительно намерен найти вторую половинку, построить счастливую семью, чтобы у вас действительно получилось построить глубокие классные отношения. Если вот вас наши разговоры, ценности как-то вдохновляют, то давайте, если вы мужик, пишите под анкетой мужиков свой аккаунт в инсте, девушки, пишите под девчонками, и может, даже если хотя бы одна пара после этого интервью образуется, мне кажется, уже мы не зря пообщались. Уже будет круто. Ты заранее это придумал? Или сейчас мы идем? Я придумал это, когда заходил в эту студию. Прямо заходил, на лестнице поднимался и думал, прикольно, вот так сделать. Круто. Да. Можешь, пожалуйста, в завершение нашего интервью дать какие-то пожелания нашим зрителям? Мне кажется, что абсолютно точно нужно мужчинам, предпринимателям делать фокус на отношении к женой. В каком плане? В поход в глубину, в способность поделиться. И вот у меня сейчас была встреча с одним из моих учеников. Он тоже предприниматель, он сейчас переживает не самый простой период жизни, такой достаточно трудный, финансово трудный, что идет перестройка бизнес-модели, поиск новых рынков и по доходу он попросил. И он такой храбрец, он такой позитивный, всегда там анекдоты травят, такой всегда боевой вообще парень. У него жена. Вот. И они давно вместе. И я ему сказал, говорю, а ты жена вообще в курсе? Какой ты сейчас одища проживаешь? Он говорит, нет. Я говорю, а что ты себя держишь? Ну типа, это самый близкий человек для тебя. То есть, жена это человек, который на 100% заинтересован в твоем результате. Это человек, который тотально знает, что от твоего успеха зависит весь ее успех. Даже если она зарабатывает. Ну типа, вы команда. И я говорю, ты что с ней не делишься? Ты лишаешь ее возможности помочь. Ты как такой, знаешь, парень, который, я говорю, а ты ей дашь подарки, там сумки, путешествия? Он говорит, да, конечно. И ты такой человек, который свою силу ей даешь? Типа, вот тебе это, 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 это. Она тебе может дать свою самую главную силу, дать тебе почувствовать уязвимость, дать тебе почувствовать защищенность, когда ты слабый, когда ты не в ресурсе, а ты не даешь ей возможности тебя отблагодарить. И я когда ему это сказал, он заплакал. Он говорит, я реально с ней не делюсь. Я пацанам рассказываю, как мне херова. И перед ней, но я же должен быть красавчиком, кормить самим. Но я скажу так, что мужик, который не может, грубо говоря, быть без трусов, не только физически, но и духовно, перед своей женой, лишает себя огромной возможности и огромного источника энергии и потенциала. Поэтому я бы хотел порекомендовать всем мужикам, кто женат, пойти в глубину в отношении к женщине, своей, может быть, психолога, если пока это не получается, по градиенту. Но понимать, что если ты снимешь доспехи в отношении к женой, ты туда не станешь и слабее, ты будешь только сильнее. Потому что именно этого, на самом деле, их самая большая сила, это слабость женская. Большое спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно пишите в комментариях инсайты, которые вы словили от этого выпуска. Я надеюсь, вам очень понравился подкаст. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, слушайте нас на всех подкаст-платформах и ждите новые выпуски. Пока.